Миф о том, что собаки не видят цвета, очень популярен. На самом деле они видят цвета, хотя их спектр меньше, чем у нас. Они хорошо видят синий, желтый и фиолетовый, но им трудно отличить оранжевый, красный и зеленый. Так что, если вы хотите перекрасить собачью будку, возможно, вам стоит придерживаться фиолетовых и синих оттенков. Животные, растения и люди – все мы связаны друг с другом и имеем схожие черты благодаря общему микроскопическому предку. Это лука – организм возрастом 3,8 миллиарда лет, чье название означает «последний универсальный общий предок». Закрыв глаза, можно улучшить свою память. Допустим, вы хотите послушать историю и проверить, как много вы сможете запомнить. Исследования показали, что вы запомните ее лучше, если закроете глаза и отдохнете 15 минут. Хорошая техника для случаев, когда вы учитесь или пытаетесь запомнить скучную информацию. Розовый уголок вашего глаза – это остаток третьего века. У каждого из нас есть эта загадочная мембрана. Третье века более заметно у некоторых млекопитающих и птиц, поскольку оно защищает их глаза от пыли. Для человека оно бесполезно и, по мнению ученых, со временем исчезнет совсем. Под воздействием яркого света картофель зеленеет, где бы он ни находился – на заводе, в хранилище или в поле. Это происходит потому, что в клубнях начинает образовываться хлорофилл – пигмент, придающий растениям зеленый цвет. Когда вы видите зеленые картофельные чипсы, это означает, что они были сделаны из картофеля, который долгое время находился под воздействием света. То, что зеленые чипсы попали в пакет, не означает, что их нужно есть. Это плохая идея. Если вы съедите один или два зеленых чипса, ничего не случится. Но если съесть слишком много зеленого картофеля, можно почувствовать дискомфорт. Как ни странно, не все апельсины оранжевые. Изначально эти цитрусовые содержат больше хлорофила, который придает им зеленый цвет. По мере созревания хлорофилл постепенно исчезает, поскольку фрукты подвергаются воздействию прохладных температур. Так апельсины становятся оранжевыми. Однако в более жарких районах мира апельсины остаются зелеными. Заказав на крупном маркетплейсе что-то небольшое, например, ручку, одну книгу или что-то еще, вы можете получить это в коробке, которая кажется слишком большой для вашего товара. Это не случайность, а сложный алгоритм доставки. Он учитывает размер других посылок, отправляемых в то же место, а также размер транспортного средства. Маленький товар получает коробку такого размера, чтобы она поместилась в транспортное средство вместе с другими посылками, и чтобы коробки не скользили. Физик и изобретатель Перси Спенсер открыл микроволны совершенно случайно. Он создавал магнетрон для своего радарного оборудования. В какой-то момент он заметил, что шоколадка, которую он держал в кармане, начала таять. Ему стало интересно, что произойдет дальше, поэтому он направил микроволны на яйца, которые взорвались, и кукурузу, которая превратилась в попкорн. Так он открыл великолепный инструмент для разогрева пищи, который потребляет меньше энергии, чем обычная духовка. В своей первоначальной версии пластилин Плейдо был средством для чистки обоев. Его изобрели и стали продавать для того, чтобы удалять с обоев копоть. В то время он был только белым. Но позже, когда его стали использовать для лепки, появились желтая, синяя и красная версии. Сегодня в продаже доступны более 50 цветов Плейдо. На заре своего существования пузырчатая пленка имела иное предназначение. Она должна была стать обоями. В 50-х годах прошлого века два инженера решили склеить вместе две занавески для душа, заперев внутри маленькие пузырьки воздуха. Они пытались создать что-то вроде текстурированных обоев, но новинка не прижилась. Пару лет спустя компании IBM нужно было осуществить доставку нескольких процессоров, и их требовалось надежно защитить. Тогда-то и пригодилась пупырчатая пленка. Одно исследование показало, что всего минуты лопания пузырей успокаивает так же, как 30-минутный массаж. Почему электрический вентилятор не охлаждает воздух? Вы можете поставить перед ним термометр и включить турборежим. Температура не снизится. Она может даже повыситься благодаря электрическому току, если термометр будет рядом с рабочими частями. Вентилятор не охладит воздух, но он охладит вас и любой другой объект с водой внутри. Электрический вентилятор улучшает циркуляцию воздуха в закрытом пространстве, а также ускоряет испарение, что делает жидкости, в том числе пот на вашей коже, немного прохладнее. Вы замечали, что колпачки ручек имеют крошечное отверстие в верхней части? Эти дырочки очень важны. Если вы случайно проглотите колпачок, отверстие гарантирует, что вы сможете дышать, поскольку колпачок не полностью перекроет дыхательные пути. Если вы внимательно посмотрите на ночное небо, то увидите, что звезды бывают разных форм и размеров. Белый цвет самый распространенный, но вы также заметите красноватые, синеватые и желтоватые звезды. Но вы не увидите ни одной зеленой звезды. Дело не в том, что звезды не излучают зеленый свет, просто наши глаза его не видят. Звезды различаются по цвету, так как горят при разных температурах. Самые горячие звезды кажутся нам голубыми, а самые холодные — красными. Но все они светятся множеством цветов. Они излучают различные длины световых волн, которые представляют собой различные части спектра. Мы не можем воспринимать эти длины волн по отдельности. Мы видим только доминирующую длину световой волны, что означает доминирующий цвет. Звезды средней теплоты в большинстве случаев излучают зеленые фотоны, но для нас они не выглядят зелеными. Когда мы пытаемся обработать что-то, что генерирует много красных, зеленых, синих и желтых фотонов одновременно, наши глаза видят это как белый цвет. По этой причине звезды средней температуры, такие как Солнце, кажутся нам белыми. Зачем мы моргаем? Чтобы увлажнить и очистить глаза, конечно же. Каждый раз, когда вы закрываете веки, слезные железы выделяют соленую субстанцию, которая омывает поверхность глаза. Она смывает мельчайшие частицы пыли и смазывает открытые части глазного яблока. Обычно мы моргаем каждые 4-6 секунд. А если глаза раздражены, мы моргаем чаще, чтобы сохранить их влажными и чистыми. Еще моргание помогает нашему мозгу отдохнуть. Он должен постоянно обрабатывать массу информации и заслуживает право на короткие передышки. Моргание выручает наш мозг примерно 15-20 раз в минуту. Закрывая глаза, мы помогаем мозгу отключиться и сделать очень короткий, но все же эффективный перерыв. Вот почему мы моргаем чаще, когда выполняем задачи, требующие серьезной умственной активности. Зачем нам ногти? Они состоят из определенного типа белка, который можно найти в мехе, волосах, когтях и копытах. Он называется кератин. В отличие от когтей животных, наши ногти плоские и широкие, поэтому они более эффективно защищают кончики пальцев рук и ног от травм. Ногти не только защищают чувствительные участки, но и обеспечивают жесткую опору, благодаря которой вам легче брать и отделять мелкие предметы. Как бы вы взяли в руки кусочек пазла или отклеили наклейку от подложки без ногтей? Это было бы практически невозможно без дополнительных инструментов. Обезьяны тоже активно пользуются пальцами, в том числе на ногах. Вероятно, ногти у приматов появились, чтобы им было удобнее крепко держаться за ветки, снимать клещей и решать другие задачи. Малины, ежевика, клубника и вишня – это не ягоды. Чтобы считаться ягодой, плод должен иметь три слоя – защитный внешний, мясистый средний и, наконец, внутренний, где находятся семена. Кроме того, он должен происходить из цветка с одной завязью и иметь два или больше семян. Клюква и черника соответствуют этим критериям, а также некоторые другие растения, которые вы бы вряд ли отнесли к ягодам – киви, бананы, арбузы, помидоры, баклажаны и даже перец. Вы, наверное, слышали, что уши и нос никогда не перестают расти. Это происходит из-за того, как меняется кожа и под воздействием гравитации. Другие части тела, кстати, меняются таким же образом, но лишь нос и уши делают это настолько наглядно. Вам понадобится капля жидкости, современный лазерный 3D-принтер и несколько часов работы, чтобы сделать самый маленький спиннер в мире. Его диаметр будет меньше, чем у волоса. По крайней мере, исследователям из окриджеской национальной лаборатории удалось сделать именно это. Печенье орео с двойной начинкой на самом деле не содержит двойной начинки. Учитель математики взвесил 10 обычных орео, 10 с двойной начинкой и 10 орео с тройной начинкой. Оказалось, что в печенье с двойной начинкой ее всего в 1,86 раз больше, чем в обычном. Чепотли. Это не какой-то особый вид перца, а старый добрый халапеньо. Сушеный и копченый халапеньо. Это чепотли. В газообразном состоянии кислород бесцветен и не имеет запаха, но когда он находится в жидком или твердом состоянии, то выглядит бледно-голубым. После попадания в черную дыру звезда разрывается на части под действием огромной гравитационной силы. Некоторые части останков звезды попадают в черную дыру, остальное выбрасывается с такой силой в виде огромной струи плазмы, что удаляется на сотни световых лет. Не так давно ученые решили, что генеалогическое древо динозавров нужно перерисовать впервые за 130 лет. Очевидно, что два отряда динозавров с самого начала нужно было объединить. Это ящеротазовые мясоеды, такие как тираннозавр, и птицетазовые вегетарианцы, такие как стегозавр. Верблюд может выпить 100 литров воды за 10 минут. Эта вода хранится в кровеносной системе животного. Что касается жирового горба, то он обеспечивает верблюда питанием, когда вокруг мало еды. Некоторые морские создания, такие как лосось или черепахи, используют магнитное поле нашей планеты, чтобы найти дорогу домой. Легкие не только помогают вам дышать, но и производят клетки крови. Эти клетки отвечают за свертывание крови, которое останавливает кровотечение. Легкие производят более 10 миллионов этих крошечных клеток в час. Только две буквы никогда не встречаются в таблице Менделеева. Это J и Q. Раскрутите мяч, когда вы его подбросите, и он отклонится от траектории свободного падения. Это явление известно как эффект Магнуса. Его можно наблюдать в различных видах спорта, например, в теннисе или бейсболе. Анатида и фобия – это страх того, что в любой момент, в любой точке мира, утка или гусь могут наблюдать за вами. Человек не обязательно боится, что утка или гусь подойдут слишком близко или дотронутся до него. Ему просто не нравится ощущение, что за ним наблюдают. Впервые эта фобия была описана в комиксе, чтобы показать, что бояться можно чего угодно. Все может стать фобией. Утка, следящая за каждым вашим движением, это и правда жутковато. Ваши любимые фруктовые конфеты блестят, потому что они покрыты корнаубским воском. Многие фрукты, особенно яблоки, тоже покрывают тонким слоем этого воска. Он не только придает блеск конфетам и фруктам, но и заставляет блестеть ваш автомобиль. Персики и нектарины кажутся разными, но на самом деле это практически один и тот же фрукт. Если ген пушистости доминантен, мы получаем персики, если нет, гладкие нектарины. Вороны замечательно распознают лица и способны запоминать людей надолго. Это может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости от того, насколько вы были добры к ним. Вы же не хотите встретить ворона, который затаил на вас обиду. Скорее всего, вы не сможете отличить одного ворона от другого, поэтому лучше поддерживать со всеми ними дружелюбный нейтралитет. В городе Йорро, в Центральной Америке, ежегодно происходит событие, известное как дождь из рыбы. Не то чтобы у местных жителей есть выбор. Каждый год в мае или июне над городом проносится проливной дождь, оставляя на улицах массу рыбы. Считается, что это явление вызвано водяными смерчами или торнадо, которые уносят рыбу далеко от ее дома. Бесплатная доставка морепродуктов? Почему бы и нет? У одной ниточки спагетти на вашей вилке есть название. Она называется спагетто. В итальянском языке буква И в конце слова означает множественное число, а буква О единственная. Это относится и к другим итальянским продуктам. Например, ньокко вместо ньокки, фитучино вместо фитучини и равиолло вместо равиоли. Вода может замерзать и кипеть одновременно. Это называется тройной точкой, когда вещество может быть сразу твердым, жидким и газообразным. Для этого нужны строго определенные давления и температура. Мы привыкли, что соус ранч белый. Производители добавляют в него диоксид титана, чтобы соус был таким же белым, как солнцезащитный крем. Впрочем, и производители солнцезащитных кремов добавляют диоксид титана в свои продукты. То же касается соуса Цезарь и заправки с голубым сыром. У нашей Луны когда-то была атмосфера. Около 4 миллиардов лет назад на естественном спутнике Земли произошло несколько вулканических извержений. Они выпустили огромные объемы газа. Триллионный тонн. Газа было так много, что он не успевал улетучиваться в космос. Так образовалась атмосфера. Холодная вода нагревается быстрее, чем горячая. Скорость этого процесса зависит от разницы температуры между жидкостью и окружающей средой. Вот почему холодной воде требуется меньше времени для поглощения тепла. Но это не значит, что она закипит быстрее, чем горячая. Зеландия. Это гипотетический континент, затонувший в Тихом океане. Ее также называют фрагментом континента или микроконтинентом. Предполагается, что площадь Зеландии составляет почти 5 миллионов квадратных километров. Как половина США. Она ушла под воду около 23 миллионов лет назад. Новая Зеландия – самая большая часть Зеландии, которая осталась над уровнем моря. Люди продолжают эволюционировать. Ученые отследили несколько миллионов человеческих аномалий. Оказывается, некоторые вредные гены медленно, но верно отфильтровываются из человеческой ДНК. Звезды выглядят мерцающими из-за турбулентности в атмосфере Земли. Из-за нее свет от звезд движется в разных направлениях, прежде чем достичь глаз. Из-за этого кажется, будто звезды мерцают. Воде требуется тысяча лет, чтобы пройти свой непрерывный путь вокруг света. Весь этот процесс известен как глобальный океанский конвейер. Висмут – это хрупкий, блестящий белый металл с розовым оттенком. Если его расплавить, а затем медленно остудить, образуются переливающиеся кубические кристаллы. Конфеты Скиттлс и Эммэндэмс окрашены жуками. Красный пищевой краситель делают из кармина, который получают из насекомых под названием Кошениль. Они же отвечают за цвет красной помады. Камни, металлы и другие вещества, из которых состоит наша планета, в одних местах спрессованы плотнее, чем в других. Это имеет удивительные последствия. Сила тяжести немного меняется в зависимости от того, где вы находитесь. Высота над уровнем моря тоже имеет значение. На вершине Эвереста вы будете весить чуточку меньше. Не смотрите вниз. У одного ученого есть теория, согласно которой другое вещество в древних микробах когда-то заменяло хлорофилл, придающий современным растениям зеленый цвет. Это вещество отражало солнечный свет в виде красного и лилового цветов, которые в сумме давали фиолетовый оттенок. Если это правда, ранняя земля могла кишить странными существами фиолетового цвета до появления всего зеленого. Яблоки становятся вкуснее, когда их нарезают, потому что подвергаются воздействию кислорода. Он активирует фермент полифенолоксидазу, ответственный за созревание и изменение цвета. То же самое происходит, когда вы ударяете фрукт. Кислород попадает в яблоко через крошечные трещины, и оно начинает созревать. Вам нравится белый шоколад? На самом деле это совсем не шоколад. По сути это смесь сахара, молока, ванили и какао-масла. Какао-масла недостаточно, чтобы продукт стал шоколадом. В его состав должен входить сироп или порошок какао. Единственный продукт, срок годности которого никогда не истекает, даже если вы не храните его в холодильнике, это мед. В меде низкий уровень кислотности и много сахара, поэтому в нем не могут жить организмы, вызывающие порчу. Если два куска одного и того же металла соприкасаются в космосе, они прилипают друг к другу. На Земле этого не происходит, потому что вода и воздух не дают кускам соединиться. Люди более честны, когда они устали. Вот почему большинство признаний делается во время ночных разговоров. Пожарные обычно тушат пламя мокрой водой. Это вода, смешанная со специальными веществами. Эти химические вещества помогают воде впитываться в предметы и легче распространяться повсюду. Солнце — звезда среднего размера. И все же в нее можно поместить миллион триста тысяч планет Земля. Кроме того, звезда в триста тридцать три тысячи раз тяжелее нашей планеты. Люди могут передавать адреса электронной почты азбукой Морзе с 2004 года. Именно тогда в азбуку впервые был добавлен новый символ — коммерческая Эд, или собака. На самом деле этот символ состоит из сигналов A и C, без перерыва между ними. Недавнее исследование показало, что Вселенная имеет поразительное сходство с человеческим мозгом, только, разумеется, в гораздо большем масштабе. Нейронная сеть мозга содержит около 86 миллиардов нейронов, а видимая Вселенная состоит из 100 миллиардов галактик. Это сложная паутину узлов, соединяющих длинные нитевидные волокна. Но в каждой из этих систем волокна составляют всего 30% общей массы, а остальные 70 — либо вода в мозге, либо темная энергия во Вселенной. Пути, которыми галактики и сети нейронов соединяются друг с другом, удивительно похожи. Их физические процессы действуют под ним и тем же законом и принципом. В то же время некоторые исследователи утверждают, что сходство между мозгом и Вселенной очень поверхностно. Наш ум воспринимает мельчайшие детали и создает между ними связи. А потом приходит к выводу, не имеющему ничего общего с реальностью, вроде утверждения, что мозг — это мини-вселенная. Через миллиарды лет Вселенная, вероятно, расширится настолько, что мы больше не сможем видеть на небе звезды. Чтобы превратить Землю в черную дыру, ее нужно сжать до размеров маленького мраморного шарика. Но если в черную дыру превратить Солнце, то после сжатия оно будет около 6 километров в диаметре. Галактика звездообразования — это галактика, в которой формируется невероятное количество новых звезд. Обычно такое происходит после того, как две галактики сливаются в одну. У Земли есть только один естественный спутник, а Юпитер окружен по меньшей мере 79-ю. Во Вселенной существуют не только карликовые планеты, но и карликовые галактики, в которых находятся от тысячи до нескольких миллиардов звезд. Для сравнения, галактика Млечный Путь состоит из 254 миллиардов звезд. Сверхмассивная черная дыра, которая находится на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли, издает самый глубокий звук из всех когда-либо обнаруженных от любых объектов во Вселенной. Это на один квадриллион, то есть один с пятнадцатью нулями раз глубже, чем то, что может услышать человеческое ухо. Планета Кельт-9b находится на расстоянии с 670 световых лет от Земли. Это экзопланета класса сверхгорячий Юпитер. Одна из гигантских раскаленных планет с массой подобной массе Юпитера. На Кельт-9b жара на дневной стороне планеты настолько велика, что она просто разрывает молекулы на части. Любая жидкость, плавающая в открытом космосе, образует сферу. Это также происходит на низкой околоземной орбите. Наша родная галактика Млечный Путь имеет более 105 тысяч световых лет в диаметре. Все планеты Солнечной системы могут поместиться между Землей и Луной и даже иметь при этом некоторый запас пространства. Черные дыры спагеттифицируют вещи. Это происходит, когда какой-то объект проходит точку невозврата. После этого гравитационное притяжение черной дыры начинает растягивать этот объект в одном направлении и сжимать в другом. Первым небесным телом, которое астрономы определили как спираль, была галактика Водоворот. Ее длинные руки состоят из газа и звезд, и все посыпано мелкой космической пылью. С Земли можно наблюдать лишь 5% Вселенной. Звезда, которая слишком близко подходит к черной дыре, может быть разорвана ее гравитационной силой. ВАСП-12b — гигантская планета, находящаяся от Земли в 1400 световых годах, и в основном она состоит из газа. К сожалению, эта планета обречена. Она вращается слишком близко к своей родительской звезде. Примерно через 10 миллионов лет ВАСП-12b будет поглощена своим жадным Солнцем. Наша галактика Млечный Путь и галактика Андромеда, ее ближайший сосед, встретятся чуть менее чем через 4 миллиарда лет. При столкновении они образуют одну огромную эллиптическую галактику. Один из самых малых спутников Сатурна Энцелад отражает почти 90% солнечного света. Это делает спутник одним из самых ярких объектов в Солнечной системе. Но поскольку он отражает солнечный свет, а не поглощает его, температура на ледяной поверхности Энцелада опускается до минус 200 градусов Цельсия. Самая высокая гора в Солнечной системе — это гора Олимп на Марсе. Он в три раза выше Эвереста. Если бы вы стояли на вершине Олимпа, его склоны были бы скрыты из-за кривизны планеты. В нашей Солнечной системе Меркурий и Венера — единственные планеты, которые не имеют спутников. Ученые, которые планируют отправить дроидов на Марс, хотят загрузить их тяжелым оборудованием. Дроиды также будут построены из более прочных материалов. А все из-за относительно низкой гравитации на Красной планете. Ведь на Марсе все почти в три раза легче, чем на Земле. Самый большой спутник Плутона — лишь вдвое меньше самой карликовой планеты. Это делает Харон, так называется спутник, самым большим из всех известных спутников относительно размера его родителя. На Луне есть три мячика для гольфа. Они были запущены во время миссии «Аполлон-14». Математики утверждают, что белые дыры могут существовать. Хотя ученые их еще не обнаружили. Если бы вы наткнулись на белую дыру, то не смогли бы попасть в нее снаружи. Но вы бы увидели, как из нее вырываются свет и материя. На один полный оборот нашей планеты уходит один день. А Солнце огромно настолько, что ему на один оборот требуется от 25 до 35 земных дней. Луна не является идеальной сферой. Из-за земного притяжения она больше похожа на яйцо. Скафандры защищают космонавтов от огромных перепадов температур во время выхода в открытый космос — от минус 160 до 120 градусов. Нейтронная звезда рождается после коллапса сверхновой. Затем она начинает вращаться чрезвычайно быстро и делает около 60 оборотов в секунду. Но эта скорость может вырасти до 600 раз в секунду. В 2007 году астрономы начали получать сверхяркие и сверхсильные радиосигналы. Названные быстрыми радиовсплесками, они исходили из того места, которое находится от нас в миллиардах световых лет. Когда астронавты находятся в космосе, они часто видят случайные вспышки света. Они возникают, когда космические лучи попадают в зрительный нерв глаза. Если бы вы путешествовали вокруг экватора Плутона, это было бы то же самое, что пройти пешком от Рима до Нью-Йорка. Если бы вы посетили GJ504B, планету, расположенную в 57 световых годах от Земли, вы бы увидели, что эта планета светится. А все из-за тепла, которое осталось после ее образования. Цвет планеты тускло-пурпурный, как цвет темной вишни. У Юпитера самый короткий день из всех планет Солнечной системы. Он длится всего 9 часов 55 минут. Из-за своего быстрого вращения Юпитер тоже не является идеальной сферой. Он немного сплющен. На Венере больше вулканов, чем на любой другой планете Солнечной системы. На поверхности планеты их по меньшей мере 1600. Но большинство из них давно потухли. У Меркурия есть морщины. Когда его железное ядро остывало, кора планеты сжималась. Это сделало поверхность планеты чрезвычайно неровной. Ядерная паста, найденная внутри нейтронных звезд, считается самым прочным веществом во Вселенной. Эта лапша из нейтронов может быть в 10 миллиардов раз тверже стали. Некоторые астрономы считают, что черные дыры могут не иметь горизонта событий, то есть точки невозврата. Вместо этого они могут иметь видимый горизонт, который может захватывать объекты только на некоторое время. Позже материя или энергия исчезает, но уже в другом виде. Для каждой миссии «Аполлон» требовалось 15 скафандров. У каждого члена основного экипажа из трех человек было по три скафандра. Один для тренировок, второй для полетов. И еще был запасной скафандр. На случай, если что-то случится с летным костюмом. А у каждого из трех членов дублирующего экипажа было по два скафандра. Один для тренировок и один для полета. Ученые полагают, что ядро Меркурия все еще может быть частично расплавленным. Это могло бы объяснить, почему у планеты есть магнитное поле, которое составляет примерно 1% земного. Пыльные бури на Марсе – самые сильные во всей Солнечной системе. Они могут бушевать месяцами. На планете Кеплер-16b, которая находится в 245 световых годах от Земли, над горизонтом есть не одно, а целых два Солнца. Эта планета такая же массивная, как наш Сатурн, но имеет более высокую плотность. На то, чтобы надеть скафандр, там уйдет примерно 45 минут. После этого астронавту потребуется еще час, чтобы приспособиться к новым условиям. Огненные шары – это яркие метеоры, которые входят в атмосферу Земли, но затем снова покидают ее. Тритон – один из спутников Нептуна. Вращается вокруг планеты в обратном направлении. Это единственный большой спутник из всех известных, который так делает. Тритон также постепенно приближается к Нептуну. Эксперты полагают, что в конце концов он будет разорван к гравитации Нептуна. И тогда он образует кольцо вокруг газового гиганта. Карликовая планета Хаумея, которая находится от Земли намного дальше, чем Нептун, поистине причудлива. Она вращается в поясе Койпера – кольце ледяных объектов в форме пончика, вращающихся вокруг Солнца. У Хаумея имеется две луны, причудливо вытянутая форма и день, который длится всего 4 земных часа. Но что в этом самое необычное? Карликовая планета окружена невероятно тонкими кольцами. Скорее всего, это результат какого-то древнего столкновения. Нептуну требуется почти 165 земных лет, чтобы совершить один полный оборот вокруг Солнца. Другими словами, с тех пор, как газовый гигант был открыт в 1846, он прошел вокруг Солнца только лишь один раз. Даже у близнецов разные отпечатки языка. Язык состоит из подвижных и сильных мышц, которые почти никогда не устают. На этом органе сосредоточено от 5 до 10 тысяч вкусовых рецепторов. Многие считают, что маленькие белорозовые бугорки на языке и есть вкусовые рецепторы. Но на самом деле рецепторы находятся под ними. Эволюция наградила нас вкусовыми рецепторами, чтобы мы могли выжить. Например, кислый и горький привкус может означать, что вы едите испортившуюся пищу или ядовитые растения. Задняя часть языка более чувствительна к горькому, поэтому мы можем выплюнуть пищу, если почувствуем неладное. Соленый и сладкий вкусы зачастую указывают на то, что продукты богаты питательными веществами. К 60 годам большинство людей теряют половину вкусовых рецепторов. Удивительно, но отпечатки языка, равно как и отпечатки пальцев, можно использовать для биометрической аутентификации. У каждого из нас отпечаток уникален, поэтому если не хотите раскрывать свою личность, держите язык за зубами. Зачем нам вообще нужны отпечатки пальцев? Существует множество теорий, но ученые склонны полагать, что кожа благодаря им лучше растягивается. Это предотвращает появление волдырей, защищает от повреждений и улучшает осязание. Люди не единственные существа с уникальными отпечатками пальцев. Коалы обладают такой же особенностью. Лишь 7% всех людей на планете – левши. Они жуют пищу в основном с левой стороны рта, а правши – с правой. Каждый год мы теряем почти 4 килограмма клеток кожи. Не волнуйтесь, они быстро сменяют друг друга. Каждые 15 секунд наш организм производит больше клеток, чем составляет все население Соединенных Штатов. Наше тело постоянно регенерируется, поэтому в течение жизни кожа сменяется несколько сотен раз. Да, все тело, за исключением зубов, способно восстанавливаться. Это единственная часть организма, которая не может вылечиться сама. Кстати, наши зубы похожи на зубы акулы. Они также состоят из дентина и обладают невероятной прочностью. Конечно, у акул они острее и больше, но все же зубы – часть человеческого скелета, но они не относятся к костям. Мы проводим примерно 38 дней всей жизни чистя зубы. Но не стоит делать этого чаще положенного. Так стирается эмаль, и зубы становятся более чувствительными. Левое и правое легкое отличаются друг от друга по размеру. Правое больше, потому что левое делит территорию с сердцем. Икота случается не только у людей, но и большинства млекопитающих. Мировой рекорд был установлен мужчиной по имени Чарльз Осборн. Он не мог перестать икать в течение 68 лет. Наверное, он просто не знал про трюк с задержкой дыхания. В теле человека есть всего один орган, в который не поступает кровь – это роговица. Она получает кислород напрямую из воздуха. Наши глаза могут различать 10 миллионов различных цветов. Мышцы, которые позволяют глазам сфокусироваться на чем-то, совершают около 100 тысяч движений в день. Чтобы также нагрузить ноги, пришлось бы очень долго идти – не меньше 80 километров. Лишь один процент всех людей может видеть инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Но если вы видите одно из них, это не значит, что вы обязательно можете видеть и другое. Исследования показывают, что все люди с голубыми глазами могут быть родственниками или, по крайней мере, иметь общих предков. Ученые изучали голубоглазых людей из Турции, Индии, Иордании и Скандинавии. У всех были одинаковые последовательности генов цвета глаз. Исследователи считают, что такой цвет происходит от одного голубоглазого человека, чьи гены мутировали около 10 тысяч лет назад. До этого глаза просто были разных оттенков коричневого. Люди с голубыми глазами, как правило, немного менее чувствительны к боли, чем люди с другим цветом глаз. Мы моргаем около 20 раз за одну минуту, а это более 10 миллионов раз в год. Кстати, у глаз человека и глаз акул тоже есть сходства. Так что, если повредите глаз, его можно будет заменить на акулий. Мы не умеем чихать с открытыми глазами. Попробуйте. Рефлекс очень сложно перебороть. Каждая ресница живет около 150 дней, а затем выпадает. Когда мы слышим хорошие новости, любимую песню или ходим по делу с замороженными продуктами, у нас появляются мурашки. Этот рефлекс мы унаследовали от наших предков. Вырабатывается адреналин, волосы встают дыбом, и мы кажемся больше в размерах. Рррр. Испугались? Человеческий мозг может похвастаться 100 миллиардами нейронов и объемом памяти в более чем 4 терабайта. Мозг использует более четверти кислорода, который поглощают легкие, и более 70% из этого объема – вода. Утверждение, что люди используют только 10% мозга – неверно. Мы задействуем его гораздо больше, даже когда спим. Большая часть мозга постоянно активна, просто мы не используем его весь одновременно. Из всех живых существ краснеть умеют только люди. Это происходит из-за прилива адреналина. Когда чувствуете, что лицо краснеет, знаете, что ваш желудок краснеет тоже. Щелкнув костяшками пальцев, вы слышите, как хлопаются крошечные пузырьки газа, которые находятся между суставами. Именно они и издают звук. О, так приятно. Когда мы хмуримся, то задействуем 43 мышцы и лишь 17, когда улыбаемся. Однако мнение ученых на этот счет все еще расходится. Скажите сыр! В среднем человек за всю жизнь съедает около 30 тонн пищи. Столько же весят 6 слонов. Ежедневно мы вдыхаем около 11 тысяч литров воздуха. Кстати, глотать и дышать одновременно нельзя. Большинству людей, чтобы заснуть, требуется около 7 минут. И мы почти единственные, кто спит на спине. Рэнди Гарднер решил установить рекорд бодрствования. В 1964 году ему удалось не спать на протяжении 11 дней или 264 часов. Наверное, у него были очень шумные соседи. Среди всех живых существ лишь у человека есть подбородок. Когда вам хочется пить, это означает, что вы потеряли 1% жидкости от общего веса тела. Если показатель превысит 5%, можно упасть в обморок. В течение жизни количество костей в теле человека меняется с 300 до 206. Более половины всех костей находится в ногах, лодыжках, руках и запястьях. Самая большая кость в теле человека – бедренная, а самая маленькая – стремечка. Она находится внутри барабанной перепонки. Наш нос может распознать триллион различных запахов, и 50 тысяч из них запомнит. Кстати, женщины чувствуют запахи лучше, чем мужчины, и наше обоняние в 10 тысяч раз чувствительные вкуса. Площадь поверхности легких человека равна площади теннисного корта. Вспомните чувство, когда летите с высоты на американских горках, и кажется, будто желудок подпрыгивает вверх. Да, ремень безопасности удерживает ваше тело в неподвижном положении, а вот желудок, кишечник и небольшие внутренние органы действительно подскакивают. Это не опасно, но в такие моменты ваша нервная система совершенно не понимает, что происходит. Утром мы выше, чем к вечеру, потому что в течение дня хрящи между костями сжимаются. Так к концу дня мы становимся короче на пару сантиметров. Нос и уши – те части тела, которые никогда не прекращают расти. И все благодаря гравитации. Вены и артерии в организме настолько длинные, что их можно было бы обернуть вокруг Земли дважды. Кровь составляет около 8% веса тела. Когда вы слушаете музыку, ваше сердцебиение синхронизируется с ритмом песни. Кожа – самый большой орган человека. Она составляет около 15% общего веса. Во время сна можно сжечь даже больше калорий, чем при просмотре телевизора. А может, эффект будет еще лучше, если спать, пока работает телевизор? Не пугайтесь, но ваш мозг может хранить в своей кратковременной памяти всего 7 бит. А мой, похоже, еще меньше. Не пытайтесь сравнить свой мозг с емкостью телефона. Даже того, что был у вас в 2005 году. Один байт – это уже 8 бит. Вот почему так сложно запомнить номер телефона. Наша кратковременная память функционирует как школьная доска. Вы можете записывать на ней информацию, но рано или поздно место заканчивается. Чтобы проверить объем своей рабочей памяти, проведите такой тест. Попросите друга написать список из 10 слов и прочитать его вам. Большинство людей вспоминают не больше 7 пунктов. Кошки не чувствуют вкус сахара, поскольку им это не нужно из-за их мясной диеты. Они одни из немногих животных на планете, которые не чувствуют вкус сладкого. Вы можете не поверить, но на этой фотографии присутствует миллион различных цветов. Она содержит 1 миллион пикселей, и каждый из них уникального цвета. Вы вряд ли вспомните их название, но с близкого расстояния ваш глаз сможет заметить разницу. Ну что, разглядели все пиксели? Ладно, в другой раз. Тараканы очень выносливы. Они способны выживать в суровых условиях и существуют с тех пор, как динозавры правили нашей планетой. Но королева термитов превосходит их по продолжительности жизни. До 50 лет! Это самый долгий срок жизни у насекомых. Обычные термиты живут всего 1-2 года. Самые сильные мышцы в вашем теле находятся не в руках или ногах, а в голове. Жевательная мышца отвечает за пережевывание пищи. И она должна быть очень сильной, чтобы вы могли нормально есть. А знаете, какие мышцы позволяют вам двигать ушами? Это височные мышцы. Они тоже помогают вам пережевывать пищу. А вот блохи могут прыгать до 130 раз выше своего тела. Это как если человек перепрыгнет через Empire State Building. Собаки способны видеть сны. И если у вас есть собака, то она, скорее всего, видит вас во сне. Исследование показывает, что собаки, как и люди, во сне опираются на свой повседневный опыт. Существуют арбузы размером с виноградину. Кукамелоны или мышиные арбузы. Внешне похожи на маленькие арбузы, но имеют цитрусовый вкус. Креветки-богомолы – одни из самых красочных существ в мире. Для нас они выглядят радужными, а представителям своего вида кажется целым букетом красок. Их глаза способны различать на миллиарды оттенков больше, чем наши. В Тибете растут яблоки – черный алмаз. Они не зеленые и не красные, а темно-фиолетовые. Там, где они растут, днем много ультрафиолета, а ночью температура резко падает, из-за чего кожица яблок приобретает темный цвет. Когда бегемотам слишком жарко, из их кожи сочится розоватая жидкость. Она покрывает их тело и защищает от солнечных ожогов. Да, у бегемотов есть собственный солнцезащитный крем. Куры – ближайшие живые потомки тираннозавров. Ученые сравнили ДНК тирекса возрастом 68 миллионов лет с ДНК 21 современного вида. И самое близкое родство оказалось с курами. Ленивцы способны задерживать дыхание дольше, чем дельфины. Они замедляют пульс и могут оставаться в таком состоянии почти 40 минут. Дельфинам приходится подниматься на поверхность, чтобы подышать воздухом каждые 10 минут. У морской звезды нет ни мозга, ни сердца, ни легких. Однако у нее есть сотни крошечных ножек, позволяющих ей ходить, а также прокачивать воду по своему телу. Вода заменяет ей кровь. У медоносных пчел два желудка. Один желудок предназначен для еды, а другой – для хранения нектара, который пчелы собирают с цветов, чтобы потом отнести в улей. Дельфины всегда дремлют с одним открытым глазом и никогда не засыпают полностью. Это происходит потому, что их дыхание не автоматическое. Им необходимо постоянно подниматься на поверхность за воздухом. Если они полностью уснут, то просто утонут. Люди – единственные живые существа, чей мозг становится меньше. Да, с возрастом он имеет тенденцию уменьшаться. Она усиливается из-за изоляции и одиночества. У других животных, даже у наших дальних родственников, вроде шимпанзе, нет такой проблемы. Вы можете попробовать чеснок ногами. Потрите зубчиком ступню, предварительно снимите носки. И подождите. Химическое вещество, ответственное за уникальный запах, впитается через кожу, и вы почувствуете вкус, даже если зубчик не был у вас во рту. Странно, да? Альпийский горный козел – абсолютный чемпион по скалолазанию в мире животных. Козы-матери со своими детенышами бросают вызов гравитации, взбираясь по гладким вертикальным скалам, где не может пройти ни одно другое существо. Самцы, напротив, предпочитают равнины. Продолжительность жизни запрограммирована в наших клетках. Они постоянно обновляются и делятся, но у них есть своего рода внутренний таймер, который в определенный момент останавливается. Некоторые клетки перестают делиться раньше, чем другие. В среднем клетки прекращают делиться к столетнему возрасту. Это означает, что если мы найдем способ обмануть наши клетки и заставить их выключить таймер, то сможем жить вечно или пока не кончатся деньги. Глаза северного оленя меняют цвет в зависимости от времени года. Летом, когда дни длиннее, они карие, а зимой, когда дни короче, становятся голубыми. Голубой оттенок помогает животным видеть в темноте и предотвращает рост давления в глазах, когда зрачки в зимние месяцы долгое время остаются расширенными. Петухи не дают себя оглохнуть, откидывая голову назад. Это закрывает их слуховой проход и по сути действует как встроенные беруши. Их кукарейканье примерно такое же громкое, как бензопила. Поверхность Земли неровная, и это означает, что масса распределена неравномерно. Таким образом, гравитация не одинакова во всех точках Земли. В Гудзоновом заливе в Канаде есть загадочная аномалия. Гравитация там ниже, чем в соседних районах, и ученые считают, что это связано с растаявшими ледниками. Во время последнего ледникового периода этот регион был покрыт льдом, который давно и сейчас растаял. Ну а планета еще не полностью оправилась от ледяного времени. Гравитация над любой областью пропорциональна ее массе. Ледник оставил отпечаток, оттолкнув часть массы планеты. Вот почему гравитация в этой области слабее. Самое сильное землетрясение в истории произошло в Чили. Его магнитуда составила 9,5 баллов. Если землетрясение когда-нибудь достигнет магнитуды 12 баллов, оно может расколоть нашу планету пополам. Лучше обойдемся без этого. Когда акулам нужен утренний кофе, они тоже идут в кафе. В 2002 году исследователи обнаружили в Тихом океане место, названное «Кафе белых акул», куда большие белые акулы приплывают зимой. Там они тусуются, рассказывают анекдоты и смеются над историями о том, скольких людей им удалось напугать. А когда теплеет, возвращаются к побережью. У осьминогов три сердца, два из которых качают кровь к жабрам, а третья перегоняет ее к другим органам. Кстати, кровь у осьминогов голубого цвета. А еще у них целых девять мозгов. Один центральный, а остальные восемь, вы уже догадались. Управляют восьмию конечностями, но не обязательно иметь девять мозгов, чтобы быть умнее других. Косатки — одни из самых умных существ на планете. Они слышат зов друг друга за десятки километров и придумывают уникальные позывные для каждого из своих товарищей. Это похоже на имена у людей. Вот и все на сегодня. Пока! Когда селфи захватили мир соцсетей, компаниям по производству телефонов пришлось адаптироваться к тому, как люди держат смартфоны и используют камеры. Оказывается, большинство пользователей слегка наклоняет голову вправо, чтобы сделать селфи. С камерой, расположенной в левом углу, любителям селфи проще зафиксировать ее положение в соответствии с привычным наклоном головы. Гениально! Это придает фотографии более естественный вид. Она выглядит лучше и радует глаз. Задние камеры большинства телефонов тоже расположены слева. Простите левши, но стандартный дизайн рассчитан на правшей. Эверест у всех на слуху, но технически Мауна-Киа на острове Гавайи – самая высокая гора в мире. Ее высота составляет более 10 километров. Единственное, что мешает Мауна-Киа называться самой высокой – это то, что ее большая часть находится под водой. Австралия шире Луны. Диаметр Луны составляет немногим более 3 400 километров, а расстояние от одного побережья Австралии до другого – почти 4 000 километров. Зато Луна превосходит Австралию по площади. Более 38 миллионов квадратных километров. Вот это размерчик. Как вам такой кусок сыра? Анати-даиофобия – это страх того, что в любой момент где-то в мире за вами может следить утка или гусь. При этом человек может не бояться, что утка или гусь подойдет ближе или даже коснется его. Ему просто не нравится ощущение, что за ним наблюдают. Впервые этот страх был описан в комиксах с целью показать, что человек может бояться чего угодно. Любая вещь может вызывать фобию. Утка, которая следит за каждым моим движением, это и правда жутко. Бррр. Вороны неплохо умеют распознавать лица людей. Было установлено, что некоторые даже помнят людей долгое время. Это может быть и хорошо, и плохо. Все зависит от того, насколько вы были к ним добры. Вам вряд ли захочется повстречать ворона, который затаил на вас обиду. Мы гораздо хуже распознаем их лица, поэтому не стоит рисковать. Просто дружелюбно машите им всем рукой. В городе Йора в Центральной Америке каждый год происходит событие, известное как рыбный дождь. Местные не устраивают его специально. Каждый год в мае или июне в городе идет проливной дождь, оставляя после себя много рыбы, плещущейся на улицах в лужах. Считается, что этот феномен вызван водяными смерчами и торнадо, которые уносят рыбу далеко от воды. Бесплатная доставка морепродуктов? Да пожалуйста! Фотону элементарной частицы света требуется тысячи, а то и миллионы лет, чтобы добраться из ядра Солнца до его поверхности. В то же время ему нужно всего 8 минут 20 секунд, чтобы добраться с поверхности Солнца до вашего глаза. Это означает, что солнечный свет, который мы видим, очень древний. Древнее, чем само человечество. Одна ниточка спагетти на вашей вилке имеет свое название. Она называется спагетто. В итальянском языке слова, оканчивающиеся на «и», обозначают множественное число, а на «о» — единственное. Это касается любого типа пасты. Ньёко вместо ньёки, фитучино вместо фитучини и равиоло — как один кусочек божественного блюда. Если вы случайно съели один из стикеров, что клеят на яблоки, персики и груши, не переживайте. Их можно есть, хотя они не совсем съедобные. Наклейка покинет ваш организм, как любая другая пища, а состав клея строго регулируется. Однако лучше всё равно тщательно мыть фрукты и избавляться от наклеек перед тем, как откусывать. Дельфины не только дают друг другу имена, но и обращаются непосредственно к своим друзьям. Интересно, а как дельфины называют нас, когда мы погружаемся в воду? Смотри, Фёдор, эти лысые обезьяны снова в воде. Хе-хе. В летний период Эйфелева башня на 15 сантиметров выше из-за теплового расширения. В жаркие дни железо нагревается, и его частички расширяются, занимая больше пространства. Две планеты нашей Солнечной системы вращаются в противофазе с остальными. Задом наперёд вращаются Венера и Уран. Кроме того, сутки на Венере длятся дольше, чем на любой другой планете. Один её оборот равен 243 земным суткам. Мы не чувствуем запахов во время сна, даже если они сильные и неприятные. Чувство вкуса и обоняния притупляются на 20-50% во время полётов. Именно поэтому еда в самолёте кажется безвкусной или слишком солёной. По-моему, это идеальное оправдание для авиакомпаний. Взгляните на рекламу любых часов, и на циферблате будет 10 часов 10 минут. Всё потому, что это производит позитивный эффект. Расположение стрелок похоже на улыбку, а ещё название бренда часов обычно расположено прямо под цифрой 12. Самое длинное слово в английском языке состоит из 189 819 букв. Это полное название белка, известного как тетин. Чтобы произнести это слово вслух, понадобится более трёх часов. Так что усаживайтесь поудобнее и возьмите что-нибудь пожевать. Ведь мы здесь надолго. Шутка. Стеклянные шарики подпрыгивают выше резиновых. Когда резиновый мяч ударяется о поверхность, он деформируется, прежде чем вернуться в свою первоначальную форму. В ходе этого процесса теряется много энергии. А вот стеклянный шарик совсем не сжимается, сохраняя энергию для отскока вверх. Внимание! Кенгуру не умеют ходить спиной вперёд. Они вообще не могут ходить из-за длинных ступней и тяжёлого хвоста ни вперёд, ни назад. Они способны передвигаться из стороны в сторону с невероятной ловкостью, но прыгать задом для них невыполнимая задача. Виной всему огромный мускулистый хвост. Ну что, попрыгаем? Самое одинокое существо на Земле – это поющий кит, уже давно находящийся в поисках партнёра. Исследователи обнаружили аномально высокое пение этого кита десятки лет назад. Говорят, он так и не получил ответа. Неизвестного кита называют одиноким, потому что он единственный в Тихом океане, кто издаёт звуки такой высокой частоты. Как грустно! Тем временем лирохвосты могут имитировать практически любые звуки, включая звук цепной пилы. Эти австралийские птички копируют не только других птиц, но и животных, таких как коалы и собаки. А те, что живут в неволе, копируют даже искусственные звуки, например, звук автосигнализации, грузовика и пилы. В северном полушарии живёт примерно 90% населения всего мира. Неудивительно, что на улицах так много народу. Пума – животное, у которого больше всего названий. Только в английском языке их более 80. Кугуар, горный лев – это всё пума. Только не путайте её с рыжей рысью, рысью, ягуаром или леопардом. Она может обидеться. Большинство людей не могут лизнуть свой локоть. Длина вашей руки вкупе с ограниченной гибкостью суставов делают это практически невозможным. Ваш локоть расположен слишком низко, до него никак не дотянуться. Попробуйте, я жду. Всё, время вышло. У осьминогов и кальмаров есть клювы прямо как у птиц. Их клювы состоят из того же материала, что и наши ногти. Он называется кератин. Осьминоги и кальмары могут пролезать везде, где протиснется их клюв, что делает из них гениальных трюкачей прямо как гудини. В году более 31 миллиона секунд. Совсем недавно на острове Мадагаскар был обнаружен крошечный хамелеон длиной 2,5 см. Он не больше зернышка и легко помещается на кончике пальца. Его прозвали «наноящерицей». Этот хамелеон дает нам представление о том, сколько еще неизвестных крошечных существ прячется от глаз ученых. Башня Empire State Building была спроектирована так, чтобы служить причалом для дирижаблей. В то время люди верили, что дирижабли станут в будущем основным средством передвижения. В проекте были предусмотрены сходни, регистрационные и таможенные пункты и так далее. Но потом инженеры поняли, что ветер наверху слишком силен и отказались от своей идеи. Водопад Анхель – самый большой непрерывный водопад на планете. В два с лишним раза выше – Empire State Building. В сухой сезон падающая вода иногда испаряется, не достигнув Земли. Одним из самых загадочных звуков, когда-либо услышанных на Земле, был блуб. Он возник в 1997 году и напоминал звук морских животных. Но громкость была слишком велика для живых существ. Блуб продолжался в течение минуты. Он начался с низкого гула, а затем его частота нарастала. Антарктида выглядит, как гигантское поле льда. Но на самом деле под ним находится огромный континент. Там есть вулканы, горы и долины, как и на любом другом континенте. Недавно ученые обнаружили, что на территории Антарктиды находится самая низкая точка на планете, а также огромные горные хребты. Если начнется извержение любого из многочисленных вулканов, это приведет к таянию огромной части поверхностного льда. Вода хлынет в океан и затопит прибрежные районы по всему миру. Состав воды в океане изменится, что поставит под угрозу морскую жизнь. Хорошо, что все эти вулканы сейчас спят. Каждый день на Южном полюсе длится 6 месяцев. На Южном полюсе бывает только один закат и восход Солнца в течение года. Вначале Земля могла быть фиолетовой, а не зеленой. Существует теория, что древние микробы использовали для поглощения солнечного света не хлорофилл, а другие молекулы. Эти молекулы, вероятно, придавали живым организмам фиолетовый оттенок. В каменном веке все население Центральной Европы составляло около полутора тысяч человек. Все они поместились бы на среднем круизном лайнере. Астрономы выяснили, что Млечный путь весит около полутора триллионов солнечных масс. А одна солнечная масса – это масса нашего Солнца. Крошечная часть этого веса – сверхмассивная черная дыра в центре галактики, 4 миллиона солнечных масс и 200 миллиардов звезд. Остальное – это темная материя, таинственная и невидимая. Если бы все арктические льды и ледники растаяли одновременно, уровень моря поднялся бы на высоту 26-этажного дома. Под черным или ультрафиолетовым светом созревающие бананы выглядят ярко-синими. Это происходит из-за хлорофила, который разрушается во время созревания фрукта. Из-за движения тектонических плит Тихий океан уменьшается с каждым годом, и настолько же увеличивается Атлантический океан. В наши дни в мире осталось только два ледяных щита, напоминающих о последнем ледниковом периоде на планете. Первый – это гренландский ледяной щит. Второй – антарктический ледяной щит. Огромен. Он размером с Мексику и континентальную часть США вместе взятые. Волны цунами часто остаются незамеченными. Они поднимаются над поверхностью всего на несколько сантиметров, пока не достигнут мелководья. Зато на большой глубине они могут двигаться со скоростью дальнемагистрального самолета. Кораллы, живущие на мелководье, вырабатывают собственную защиту от Солнца. Без нее солнечный свет повредил бы водоросли, живущие внутри них. Чтобы защитить эти водоросли, свой основной источник пищи – кораллы – флоу рисцируют. В результате этого процесса образуются белки, которые действуют как солнцезащитный крем. Почти 90% вулканической активности на Земле происходит в океанах. В южной части Тихого океана сосредоточено наибольшее количество вулканов, о которых знают люди. Там находится вулканический кластер, который насчитывает 1133 вулканических конуса. Все они активны и сосредоточены на территории размером со штат Нью-Йорк. Каньон Джемчуг посреди Берингового моря – самый большой подводный каньон из когда-либо обнаруженных. На дне океана находится больше сокровищ и артефактов, чем во всех музеях мира вместе взятых. В 1900 году один из самых сильных ураганов пронесся вблизи Центральной Америки и в Мексиканском заливе. Затем он дошел до Флориды и Техаса и получил статус самого разрушительного урагана в истории США. Впервые о нем сообщили 27 августа, и он продолжался много дней. Достигнув побережья Техаса, он превратился в ураган четвертой категории. Ураганы классифицируют по скорости и силы ветра с помощью шкалы Сафера-Симпсона. Существует пять категорий – от первой до пятой, где первая – самая слабая, а пятая – самая сильная. У жителей Галвистона было меньше четырех дней, чтобы подготовиться к надвигающемуся урагану, который даже распространился на Оклахому и Канзас. Затем сильный ураган пронесся по великим равнинам и повернул в сторону Великих озер – Новой Англии и достиг юго-востока Канады. Ураган был настолько сильным, что смог повредить более 3600 достаточно прочных домов. Учитывая численность населения в те времена, это было равносильно разрушению сотен тысяч, если не миллионов домов в наши дни. Споттед Лейк, Канада. Его называют самым волшебным местом в Канаде. Зимой и весной – это обычное озеро, которое выглядит, как любое другое. Но попробуйте приехать туда летом, когда вода начинает испаряться. Вам покажется, что вы попали в другой мир. Пейзаж в горошек с голубыми, зелеными и желтыми пятнами. Летом здесь насчитывается более 300 бассейнов, и выглядят они просто волшебно. На протяжении веков люди верили, что каждый из них обладает различными целебными свойствами, а объяснение ярким цветам – чистая наука. В каждом из водоемов – высокая концентрация разных минералов. Мы живем внутри Солнца. Его атмосфера простирается далеко за пределы видимой поверхности. И хотя от Земли до Солнца 150 миллионов километров, мы находимся в пределах досягаемости солнечной атмосферы. Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы Солнца попадают в магнитное поле Земли и врезаются в верхние слои атмосферы в районе полюсов. Вращение нашей планеты постепенно замедляется. Это происходит с неторопливой скоростью 17 миллисекунд за 100 лет. Из-за этого сутки становятся длиннее. Через 140 миллионов лет сутки на Земле будут длиться 25 часов. Самый южный континент Земли – Антарктида, пятый по величине, но он содержит почти 70% пресной воды планеты и 90% мирового льда. Антарктида также считается пустыней. Многие камни на Земле имеют марсианское происхождение. Ученые проанализировали химический состав некоторых метеоритов, найденных в пустыне Сахара, Антарктиде и других местах. И оказалось, что эти камни прибыли с Красной планеты. Самый большой в мире замок из песка находится в Дании. 30 скульпторов, создавшие его, использовали более 5000 тонн песка. Чтобы сделать замок более прочным, они добавили 10% глины, а также слой клея. Они построили его так, чтобы он мог противостоять долгим ветреным зимам. Некоторые фотоны не поглощаются, а испускаются вновь. И их длина волны определяет цвет, который мы видим. Когда вы подвергаете материал воздействию солнечного света или фотонов более высокой энергии, это может повредить его хромофоры, так что они не смогут излучать фотоны определенной длины волны. Красные материалы выцветают под воздействием солнечного света сильнее всего. Их хромофоры излучают красный свет, поглощая фотоны остальных длин волн. Ежедневно на поверхность нашей планеты опускается от 60 до 100 тонн космической пыли. Эти крошечные частицы в основном оставляют кометы, которые обычно состоят из пыли и льда. Когда Солнце превращает лед в пар, оставшаяся пыль опускается на Землю. У каждой истории есть две стороны, как и у обычного ватного диска. Точнее, две разные текстуры. Одна гладкая, и ее следует использовать для более чувствительных участков лица, например, вокруг глаз. Шероховатая сторона поможет вам снять макияж и очистить лицо в менее чувствительных местах, например, на лбу. Если вам нравятся комнатные растения, вы наверняка замечали, что у цветочных горшков есть отверстия на дне. Эти отверстия нужны, чтобы ваши зеленые друзья жили счастливо. Они чрезвычайно важны для дренажа воды. Благодаря этим отверстиям не скапливается застойная вода, которая в конечном итоге может погубить растения. Кроме того, из-за отверстий корни могут расти и расширяться за пределы горшка. Вы замечали, что у солнцезащитных очков авиаторов чаще всего зеленые линзы? Это связано с историей очков. Впервые они появились в 30-х годах прошлого века. До этого пилоты использовали специальные защитные очки, ведь большие высоты, слепящее солнце и минусовая температура были настоящим испытанием для глаз. Защитные очки помогли решить эти проблемы, но появилась еще одна. Поскольку разница температуры воздуха снаружи и внутри очков была большой, линзы запотевали и портили обзор. Поэтому компания Bausch & Lamp придумала каплевидные стекла, окруженные легкой металлической оправой. Стекла были темно-зелеными, потому что этот оттенок отсекает синий свет, который мешает пилотам при полетах выше линии облаков. Кроме того, зеленые стекла уменьшают блики и повышают контрастность и резкость. Дырки по бокам ваших кет. Действительно ли они необходимы? Они позволяют воздуху проникать в обувь и охлаждать ноги. А еще вы можете использовать их, чтобы завязывать шнурки разными способами. Есть две причины, по которым на пластиковых бутылках есть желобки. Во-первых, если вы пьете холодную воду, а на улице жарко, на бутылке скапливается много конденсата. Или, допустим, вы занимаетесь спортом. Ваши руки потеют, и если бы у бутылки была гладкая поверхность, вам было бы сложно ее держать. Желобки помогают улучшить захват. Во-вторых, благодаря этим желобкам производители могут использовать более тонкий пластик. Это означает, что для производства требуется меньше материала. При этом пластик остается достаточно прочным, чтобы бутылка сохраняла форму. Деревянные вешалки для одежды не только красиво выглядят. Поскольку они сделаны из кедрового дерева, они привносят в ваш шкаф приятный аромат. Кроме того, они отпугивают насекомых. Они также довольно прочные, поэтому их стоит использовать для тяжелой одежды. Например, курта. Их трудно повредить, а значит, они прослужат вам дольше. Возможно, вы замечали цветной квадратик внизу тюбика с зубной пастой. Эти квадратики в основном бывают синего, красного, зеленого и черного цветов. Это специальные метки, которые помогают производственным машинам на сборочной линии определять, где и когда нужно сделать отрез и запечатать конец тюбика. У некоторых ботинок есть петли в верхней части. Это что, модный элемент? Бессмысленный подарок от производителей обуви? На самом деле, у этих петелек есть предназначение. С их помощью вы можете подтянуть ботинок, когда пытаетесь его надеть. А еще вы можете подвесить обувь за петельки или продеть через них шнурки. Время признаний. Помните насадки, которые прилагались к вашему пылесосу? Вы тоже отложили их в сторону и никогда ими не пользовались. На самом деле, они очень полезны при уборке дома, потому что их можно использовать для участков, для которых трудно добраться с помощью обычной насадки. Все мы знаем, для чего нужна овощечистка. Но вы можете почистить с ее помощью не только картофель или морковку, но и лук. Так вы управитесь быстрее, чем если будете использовать нож и обойдетесь без луковых слез. У некоторых толстовок в области шеи есть V-образная прострочка. Изначально она удерживала вставку из того же эластичного материала, который используется для манжет и на подоле. Благодаря этому надевать одежду было легче, и она не теряла форму. Вставка растягивалась, чтобы человек мог просунуть голову в горловину. А еще она поглощала пот. Изначально такая вставка была и спереди, и сзади. Со временем осталась только передняя, и V-образный элемент превратился в чисто декоративную строчку, поскольку с использованием современных тканей производители перестали пришивать специальную вставку. Яркие квадраты или круги, которые вы видите на упаковках продуктов питания, не указывают на содержание витаминов, минералов или определенные вкусовые качества. И нет, это не какой-то секретный код, который должны разгадать потребители. На самом деле, это информация для инженеров-печатников. Эти метки называются плашками контроля печати. В процессе изготовления упаковки производители используют цветные блоки, чтобы проверять правильность печати. Они сравнивают цвета с контрольными образцами, чтобы бренд, для которого они печатают, получал упаковку стабильного и узнаваемого качества. Большинство принтеров используют только четыре цвета – желтый, пурпурный, голубой и черный. Некоторые принтеры используют дополнительные цвета, такие как зеленый, оранжевый и фиолетовый. Вот почему на некоторых упаковках можно увидеть несколько кружков. Так проверяют каждый из цветов. Поля в тетрадях. Их придумали не для пометок. Изначально поля были призваны защитить написанное от крыс. Когда-то грызуны жили бок о бок с людьми. Их диета включала в себя практически все, в том числе бумагу. Поэтому люди стали оставлять широкие поля в тетрадях и книгах в качестве закуски. Для непрошенных соседей. Крысы насыщались пустой бумагой и не добирались до самого ценного – из списанных страниц. На левом лацкане пиджака часто бывает зашитая петля. Производители зашивают ее настолько тщательно, что ей невозможно начать пользоваться, не испортив пиджак. При этом другой лацкан абсолютно гладкий, без намека на петли и пуговицы. Такую зашитую петлю вы найдете не только на костюмном пиджаке. Слепые петли также бывают на рубашках, бушлатах и некоторых других предметах одежды. И они связаны с историей лацкана. Первые лацканы появились в начале 19 века. До этого мужчины в основном носили фраки с высокими воротниками. Они застегивали их до самого верха. В жаркие дни они ослабляли застежку, опускали воротник и оставляли верхнюю пуговицу расстегнутой, чтобы спастись от перегрева. Воротник симметрично ложился на груди. Сегодня мы называем это лацканом. Люди перестали использовать эту петлицу после того, как придумали лацкан, не считая особых случаев. Например, туда можно вставить цветок. Производители костюмов оставили ее как модный элемент. Пакетики для чая. Довольно очевидно, для чего они предназначены. Но они могут пригодиться, если ваша обувь стала плохо пахнуть. Просто положите в ботинки чайные пакетики. Пакетики, разумеется, неиспользованные. И оставьте на ночь. К тому времени, когда вы проснетесь, чайные пакетики впитают все нежелательные запахи. Зажимы для бумаги имеют и другое полезное назначение, помимо основного. Вы можете скреплять ими деньги. Скрепки тоже довольно универсальны. Если застежка вашего любимого браслета сломалась, а вы все равно хотите его надеть, скрепка может помочь. Проденьте ее через оба конца. Аккуратно закрутите, и браслет как новенький. Если у вас дома пахнет чем-то рыбным, и это не ваш ужин из лосося, значит пришло время проверить электрооборудование. Такой запах может означать, что у вас перетерлись провода, неисправный выключатель или перегруженные электрические цепи. И позвольте сказать, что провода с пластиковым покрытием источают запах хуже, чем сэндвич с тунцом, оставленный на солнце. Так что не будьте как рыба в воде и проверьте свою электрическую систему как можно скорее. Если в вашем доме пахнет тухлыми яйцами, сразу же вызывайте сантехника. Наиболее очевидной причиной являются проблемы с канализацией и сливом, но этот запах также может появиться, если у вас проблемы с нагревом воды. Другой возможной проблемой может быть утечка газа. Производители добавляют в природный газ химическое вещество с выраженным неприятным запахом, чтобы можно было сразу заметить даже самую маленькую утечку. Возможно, это не так заметно, как единорог на улице, но все же это важно знать. Вы когда-нибудь чувствовали запах чего-то неприятного, прежде чем ваша плита зажглась? Это запах угарного газа. И это не шутка. Коварный газ может быть очень опасен, если вы вдохнете его слишком много, и самое страшное, что он совершенно не имеет запаха и вкуса. Улавливаете этот странный запах? На самом деле его добавляют в газ, чтобы предупредить вас о приближающейся опасности. Поэтому в следующий раз, когда вы уловите странный запах, исходящий от вашей плиты, не стоит просто списать его на остатки вчерашней лазаньи. Нередко плесень появляется в доме там, где присутствует и задерживается вода, например, при неизвестной протечке в стенах. Споры плесени могут расти во влажной среде и вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Клопы неравнодушны к обуви. Да, они любят прятаться в ней, но только при подходящих условиях. Поэтому если у вас есть пара обуви, которую вы почти никогда не носите, будьте осторожны. Клопы могут устроиться там, чтобы уютно вздремнуть. Но не волнуйтесь, есть одна хитрость, чтобы не пустить этих надоедливых шучков в ваши ботинки. Кожаная обувь слишком гладкая, чтобы по ней могли ползать клопы, поэтому вероятность того, что они спрячутся в ней, меньше. А вот спортивная обувь, как игровая площадка для клопов. Ее интересные текстуры и узоры, идеальное место для укрытия. Поэтому если вы хотите, чтобы в вашей обуви не завелись клопы, просто носите ее регулярно. Эти жуткие существа не любят ничего, что движется. И кто знает, может быть вы даже раздавите парочку в процессе. Один ноль в вашу пользу. Так что вперед, надевайте ботинки и покажите клопам, кто в доме хозяин. Ваши ноги и ваши здравомысли будут вам за это благодарны. Если ваши ноздри атакуют неприятный запах, возможно пришло время проверить ваш матрас. Последние научные исследования показали, что на семилетнем матрасе может обитать больше бактерий, чем в фильме, снятом в открытом космосе. На нем находится более 16 миллионов колоний образующих единиц на квадратный сантиметр. Этого достаточно, чтобы даже самые смелые из нас захотели спать в защитном костюме. Но не бойтесь, ведь у этой неприятной проблемы есть решение. Воспользуйтесь пищевой содой, недооцененным героем домашней уборки. Просто насыпьте немного этого волшебного порошка на матрас, оставьте на полчаса, пока занимаетесь чем-то интересным. Например, смотрите видео с кошками, а затем пропылесосьте с помощью насадки. Вуаля! Ваша кровать будет пахнуть свежее, чем поле маргариток в весенний день. Так что не позволяйте этим надоедливым бактериям одержать над вами верх. И кто знает, может быть ваш свеженький матрас даже вдохновит вас на сладкие сны. Или, по крайней мере, поможет удержать кошмары на расстоянии. Вы когда-нибудь замечали, что ваше полотенце пахнет как подмышки болотного монстра? Да, это потому, что вы пользуетесь им слишком долго. Не будьте хранителем бактерий. Меняйте полотенце после трех раз использования. А если вы действительно хотите избавиться от микробов, время от времени добавляете в полотенце пищевую соду. Ваш нос, и если вы живете в одной квартире, ваши соседи по комнате будут вам благодарны. Если вашей ванной пахнет болотом, это может быть вызвано застоем воды или какими-то остатками в сливе. Не волнуйтесь, если сантехник может прийти только завтра. Вы можете избавиться от запаха, добавив несколько капель любимого эфирного масла в рулон туалетной бумаги. Это не решит проблему, но по крайней мере вы не будете чувствовать, что задыхаетесь. Теперь о туалетном ёршике. Насыпьте немного ароматизированного моющего средства прямо в держатель или сделайте собственный аромат с помощью дистиллированной воды и эфирного масла. Это поможет избавиться от бактерий, а эфирное масло скроет неприятные запахи. Только убедитесь, что у вас нет аллергии на выбранные вами масла. Переходим к посудомоечной машине. Знаете ли вы, что в ней может расти плесень? Неприятно, верно? Запустите цикл сухого нагрева без посуды, но с уксусом. Обязательно промойте все внутренние детали, включая фильтры и панели. А если корзина для столового серебра выглядит немного заплесневелой, замочите ее в разведенном антибактериальном моющем средстве, а затем тщательно промойте. Теперь поговорим о странных звуках в вашем доме. Щелчки и стуки зимой или осени могут быть вызваны включением отопления или радиаторов. Если в системе застрял конденсат, попробуйте продуть радиаторы. А если вы слышите булькающий звук, это может быть утечка воды или осадок в водонагревателе. Перекройте воду и прислушайтесь. Если звук прекратится, вызовите сантехника. Если нет, попробуйте слить воду из бака. Если вы переезжаете в новый дом, проверьте стены и потолок на наличие скрытых опасностей. Свежая краска может что-то маскировать, поэтому спросите хозяина дома, в чем дело. И держитесь подальше от текстурированных потолков. Они не только неэстетичны, но и содержат асбест. Асбест – это как суп из разных труднопроизносимых кристаллических волокон. Но пусть вас не обманывают их странные названия. Асбест может выдерживать высокие температуры, химические вещества и даже электричество. Неудивительно, что в свое время он был таким популярным строительным материалом. Асбест похож на коварного ниндзя. Он может распадаться на мельчайшие волокна, которые настолько малы, что могут витать в воздухе несколько дней. Если вы случайно вдохнете эти волокна, это будет равносильно приглашению опасного гостя в ваши легкие. Вот это да! Так давайте же избавимся от асбеста и сохраним наши легкие счастливыми и здоровыми. Будьте осторожны, если ремонтируете старый дом. Вы никогда не знаете, не обнаружите ли вы неожиданно слой асбеста под кровлей. Бактерии, вызывающие неприятный запах, любят селиться в вашей кухонной раковине и сливе. Я молчу об отходах из мусоропровода. Там просто шведский стол для бактерий. Но у вас есть одно решение. Раз в неделю устраивайте вечеринку, пригласив в мусоропровод шесть кубиков льда. Одну столовую ложку пищевой соды, три тонких ломтика лимона и одну чайную ложку отбеливателя. Включите музыку, включите утилизатор и дайте кубикам льда сделать свое дело. Когда вечеринка закончится, промойте раковину холодной водой в течение тридцати секунд и вуаля! Свежая и чистая раковина. Ваш новый диван или шкафы могут тайно выделять в воздух неприятные газы. Да, это правда. Эти газы под названием летучие органические соединения могут вызывать раздражение в носу и горле. А если этого недостаточно, они могут стать причиной головной боли или головокружения. Вот это да! Но не волнуйтесь, решение есть! Прежде всего откройте окна. А если вы ищите новую мебель или товары для дома, обратите внимание на варианты с низким содержанием летучих органических соединений. Ваш нос скажет вам спасибо. К тому же, кто хочет, чтобы его окружала вонючая мебель? Если спросить вас, где находится ваш желудок, вы, скорее всего, укажете на живот. Извините, но это неправильно. На самом деле он находится здесь, за ребрами. Ваш желудок обладает невероятной вместимостью. В него может войти до двух литров жидкости. Это большая бутылка колы. Трудно подсчитать, сколько твердой пищи вы можете съесть, потому что она обрабатывается зубами, прежде чем попасть в желудок. Для целой индейки места не хватит, а вот курица наверное поместится. Ученые считают, что аппендикс со временем исчезнет. Никто толком не знает, зачем он нам нужен, но некоторые исследователи утверждают, что он мог помогать нашим предкам переваривать кору деревьев. Поскольку теперь мы не едим кору, аппендикс больше не нужен и может исчезнуть без последствий. Аппендикс не единственная устаревшая часть нашего тела. Зубы мудрости теперь тоже бесполезны. У наших предков они вырастали на замену выпавшим зубам, а сейчас только дают стоматологам возможность подзаработать. На самом деле вы можете легко прожить без аппендикса, желудка, одной почки или одного легкого. Приятно думать, что у нас есть запчасти. Если вы не знали, что у вас есть личный телохранитель, загляните поглубже. Ваша печень это ваш охранник, защищающий вас от токсинов и многих других нежелательных вещей. Печень несокрушима и даже способна к регенерации. Это очень важный орган, который много работает и отвечает за 500 отдельных функций. До 10% печени приходится на жир, и она может вырасти заново. Да, даже если у вас останется меньше половины печени, она сможет восстановиться до первоначального размера. Ваше сердце размером с кулак. Оно бьется 115 тысяч раз и перекачивает около 7500 литров крови в день. Левая легкая меньше правого, чтобы оставалось место для сердца. Вы вдыхаете множество разного мусора, включая 700 тысяч чешуек вашей кожи, и это за один день. Желудок самый важный защитник иммунной системы. Соляная кислота в желудке уничтожает опасные пищевые токсины, вирусы и бактерии, которые попадают туда вместе с пищей. Эта кислота могла бы переварить даже сам желудок, но слизистая оболочка защищает его. Принимая горячую ванну, вы сжигаете калории, столько же, сколько при получасовой прогулке. Стоя, вы сжигаете от 100 до 200 калорий в час, при сидении сжигается от 60 до 130 калорий в зависимости от вашего роста, веса, пола и возраста. Ваше тело само заставляет комариной укусы опухать и чесаться. Комар разрывает вашу кожу. Иммунная система воспринимает слюну насекомого как чужеродное вещество, поэтому она запускает реакцию, чтобы вымыть незваного гостя из вашего тела. Вырабатываемая иммунной системой соединения, называемая гистамином, заставляет кровь быстрее течь вокруг укушенного места. Это вызывает оттек. Гистамин также посылает сигнал ближайшим нервам, что вызывает зуд в месте укуса. Еда в самолете отличается по вкусу от еды на земле. Это связано с тем, что из-за сухости и давления в салоне самолета вы теряете до 30% чувствительности вкусовых рецепторов. Это слюны. На вкусовых сосочках есть хеморецепторы, которые распознают различные вкусы, но им нужна жидкость, чтобы эти ароматы связались с их молекулами. Вы не можете почувствовать вкус того, что слюна не способна растворить. У вас хватит сил на десерт, независимо от того, сколько салата, супа или мяса вы съели до этого. Организму надоедают соленые вкусы, но когда вы видите и чувствуете запах чего-то сладкого, например, мороженого, пирожных или шоколада, ваш мозг приходит в восторг. Он отменяет сигналы сытости ради удовольствия. Кроме того, ваш желудок эластичный орган и сахар помогает ему расслабиться и физически освободить место для десерта. Какая полезная информация. Язык одна из самых сильных мышц в теле. Этот орган содержит более 10 тысяч вкусовых рецепторов и каждый из них наполнен микроскопическими волосками. Их задача чувствовать пищу, различать вкус и посылать информацию в мозг, чтобы запускать процесс переваривания. В течение жизни крошечные бугорки и гребни на языке создают особый индивидуальный узор. Эксперты утверждают, что отпечатки языка также уникальны, как отпечатки пальцев. На языке нет отдельных участков для работы с горькими, сладкими или солеными вкусами. Каждый нёбе и даже в горле способен различать все вкусы. Для некоторых людей вкус кинзы похож на вкус мыла, потому что растение содержит химическое вещество, используемое в мыловарении, но только от 4 до 14 процентов населения Земли имеют гены, способные распознать его. Жевательная мышца очень сильная. Вместе с остальными челюстными мышцами она может сомкнуть зубы силой 90 килограммов на жевательных зубах и 25 килограммов на резцах. У вашего позвоночника отличная память. Он помнит вашу осанку, поэтому изменить ее к лучшему очень сложно. Мурашками вы обязаны своим предкам, жившим много лет назад. Их волосы вставали дыбом, чтобы древние люди казались своим врагам больше и страшнее. Кошки шипят и выгибают спину по той же причине. Только около 43 процентов вас это действительно вы. Более 50 процентов клеток в вашем теле принадлежит крошечным существам, которые в основном живут в вашем кишечнике. И хотя собственных клеток меньше, чем микробных, их все равно около 100 триллионов. В общем, ваши собственные гены составляют менее половины того, чем вы являетесь. Если взять все микробы, обитающие в вашем теле, и подсчитать их гены, окажется, что их от 2 до 20 миллионов. Наши рост, форма тела и цвет кожи во многом зависят от того, где жили наши предки. Но мы можем адаптироваться к новым условиям в течение своей жизни. Например, если вы переедете с равнины в горы, у вас со временем вырастет количество красных кровяных телец, чтобы компенсировать недостаток кислорода. А если вы переедете из более холодного климата в жаркий и солнечный, ваша кожа станет темнее, чтобы адаптироваться. Продолжительность нашей жизни запрограммирована в клетках. Они постоянно обновляются и делятся, но у них есть внутренний таймер, который в определенный момент останавливается. Некоторые клетки перестают размножаться раньше, чем другие. В среднем клетки перестают делиться, когда мы достигаем столетнего возраста. Это ж еще надо дожить. Если мы найдем способ обмануть наши клетки и заставить их выключить таймер, то потенциально сможем жить вечно и переехать к внукам. Род человека уникален. Даже у однояйцевых близнецов вы не найдете двух одинаковых наборов зубов. Форма зависит от того, как каждый человек использует челюсть. Даже незначительные привычки, которые вы имели много лет назад, например, прикусывание губ, влияют на формирование зубов и ваш уникальный зубной слепок. Вы, наверное, замечали, что отпечатки губной помады на салфетке или зеркале немного отличаются в зависимости от того, кто их оставил. Хорошо. Кто оставил отпечатки с участием мужчин и женщин, показали, что отпечатки губ каждого человека уникальны. Особых черт, связанных с полом, выявить не удалось. Нижняя челюсть это единственная подвижная кость в черепе взрослого человека. Она крепится с помощью соединительных тканей мышц, так что вы можете двигать ей практически в любом направлении. Сенсорные клетки на вашем языке расположены кластерами. Рецепторы, расположенные ближе к поверхности, менее долговечны, поэтому, если вы обожжете язык, вы вскоре сможете снова чувствовать вкус. Кончики пальцев чувствительны, но в сотни раз менее чувствительны, чем губы. Снова эти губы. Как пауки выживают, потеряв ногу. Когда они оказываются в опасной ситуации и пытаются убежать, то могут потерять ноги и через пару месяцев их отрастить. Они выживают, потому что обычно их ноги отрываются в специальных точках, в суставах, содержащих мышцы, которые сжимаются, что помогает паукам минимизировать кровопотерю. Если паук потеряет ногу в той части, которая находится над такой точкой, он потеряет больше крови. Тогда восстановиться будет труднее. Кстати, вы замечали, что пауки очень долго могут оставаться совершенно неподвижными. Они замирают, когда ждут, чтобы потенциальная добыча попала в их паутину. При передвижении можно привлечь ненужное внимание, и тогда паука либо заметит голодная птица, которая им перекусит, либо он останется без обеда, потому что мухи не подлетят к паутине. На плетение паутины уходит много сил. Даже после того, как паутина будет закончена, пауку, возможно, придется ждать несколько дней или недель, чтобы что-то поймать. Так что важно беречь силы и энергию. Пауки-охотники гораздо более активны, но большинство из них ночные хищники. Днем они отдыхают и прячутся под камнями или в гнездах. Жареный картофель долго остается горячим. Это связано с насыщенной маслом крахмалистой корочкой. Если картофель предварительно отварить, это приведет к тому, что гранулы крахмала поглотят воду и будут набухать до тех пор, пока молекулы углеводов не выйдут наружу, образовав густой гель. Так как картофель находится в духовке, высокая температура вытесняет влагу. На картофеле образуется желатинизированный крахмал, создавая хрустящую корочку, которая задерживает тепло. Жир с противня также скапливается в трещинах и структуры, удерживающее тепло остается прочной. Птиц не бьет током, когда они садятся на линии электропередач, потому что опасность представляет не само напряжение, а разница в напряжении, из-за которой и течет ток. Если птица сидит на проводе, по которому проходит, допустим, 35 тысяч вольт, из-за отсутствия разницы в напряжении ей ничего не грозит. Но если она случайно расправит крылья и коснется другого провода с другим напряжением, это закончится плохо. По этой причине энергетические компании следят за тем, чтобы между кабелями было достаточно места. Как думаете, почему пилоты самолетов никогда не приземляются на траву при неисправном шасси? Вроде бы хорошее решение, ведь трава довольно мягкая. Но такая поверхность не будет ни гладкой, ни ровной. Приземление на траву грозит стать непредсказуемым из-за подпрыгивания и неравномерного давления. Все это может привести к утечке топлива и помешать открытию дверей. Лысые головы обычно блестят в отличие от других частей человеческого тела. Большая часть нашей кожи покрыта крошечными волосками, которые придают ей бархатистый и персиковый вид. При облысении по мужскому типу волосяные фолликулы усыхают и превращаются в клетки кожи, а это означает, что волос не остается совсем. Еще кожа головы блестит благодаря сальным железам. Они производят и выделяют маслянистое вещество, которое защищает кожу. Сальные железы расположены по всей нашей коже, но на голове их больше. Это масло покрывает кожу и заставляет ее сиять. Кошки редко друг другу мяукают, но они охотно мяукают людям, и это может быть связано с одомашниванием. Процесс приручения кошек и содержания их в качестве домашних животных начался примерно 10 тысяч лет назад. До этого они жили сами по себе и редко сталкивались с другими кошками, поэтому им не было нужды использовать голос для общения друг с другом. Вместо этого они общались через обоняние. Достаточно было потеряться о дерево или другой предмет. Им не нужно было встречаться с другими представителями своего вида, чтобы отправить сообщение. Именно так они в основном общаются и сегодня. У людей не такое хорошее обоняние, как у кошек, поэтому последним пришлось придумать способ отправлять нам сообщения и получать от нас то, чего им хочется. Мяуканье подошло идеально. Если вы планируете однодневную поездку в пустыню, например, в Сахару, в Северной Африке, желательно взять с собой хороший солнцезащитный крем и много воды, а также удобный спальный мешок, если вы хотите там заночевать. По ночам в пустынях становится очень холодно. В Сахаре средняя температура колеблется от плюс 38 градусов Цельсия днем до минус 4 ночью. Резкое изменение происходит из-за двух основных факторов влажности и песка. Песок не так хорошо сохраняет тепло. Когда солнечный свет достигает пустыни, песчинки в верхнем слое поглощают тепло, но они довольно быстро отдают его обратно в воздух. В течение дня песок излучает энергию, исходящую от солнца и нагревает воздух до очень высоких температур. Ночью песок продолжает терять тепло, но теперь там нет солнечного света. Песок становится все холоднее, что приводит к низкой температуре. В засушливых пустынях таких, как Атакама в Чили и Сахара влажность очень низкая, то есть количество водяного пара в воздухе почти равно нулю. В отличие от песка вода хорошо справляется с накоплением тепла. Водяной пар в воздухе задерживает тепло близко к земле, как будто землю накрывает огромным одеялом, чтобы тепло не рассеивалось в атмосфере. Кроме того, при высоком уровне влажности воздуха для его нагрева нужно больше энергии, а значит нужно и больше времени, чтобы та же энергия исчезла и окружающая среда стала холоднее. Так как в пустынях почти нет влаги, такие места быстро нагреваются и остывают. Если в микроволновой печи нагреть воду для чая, на вкус он будет хуже, чем если бы вы вскипятили чайник. Это потому, что температура жидкости главный фактор хорошего чая. Вода должна закипеть, прежде чем вы заварите чайные листья, независимо от того, рассыпной это чай или в пакетике. Чайник отлично справляется с этой задачей. Когда плита или нагревательный элемент внутри чайника включены, вода в его нижней части нагревается. По мере того, как становится жарче, вся вода достигает точки кипения. Микроволновая печь работает по-другому. Она создает электромагнитные волны, которые прыгают случайным образом. Наверняка вы это замечали, когда разогревали пищу. В некоторых местах еда бывает холодной, а в других очень горячей. То же происходит и с водой, потому что микроволны контролировать трудно. Перегретая жидкость для чая тоже не подходит. Когда вода нагревается выше 100 градусов, что является температурой кипения, она разрушает соединения, которые придают чаю особый аромат. Как думаете, почему в штырях электрических вилок в некоторых странах есть отверстия? Все началось на заре 20 века с изобретений Харви Хаббла. Он создал первую в истории съемную электрическую вилку. Некоторые из его конструкций имели штыри с углублениями, те, для которых имелись крошечные выступы в электрических розетках. Эта система с углублениями и выступами закрепляла вилку после того, как ее вставляли в розетку. В какой-то момент углубления уступили место отверстиям, которые работали таким же образом, но это только часть истории. У большинства современных розеток уже нет выступов. Некоторые производители делают стержень, который проходит через отверстия во всех штырях и фиксирует их. Считается, что отверстия экономят металл и в долгосрочной перспективе это сокращает затраты на производство. Синестезия слышите звук и почти мгновенно видите определенный цвет. Возможно, вы относитесь к особой группе людей. Это около 4% населения Земли, которые могут испытывать синестезию. Вы не выдумываете. Новое исследование показывает, что синестезия это реальность и доказательством тому служат снимки мозга. Когда синестетики слышат цвета, сканирование показывает, что участки мозга, отвечающие за зрение и звук, разговаривают друг с другом. Поскольку синестезия, по-видимому, является генетической особенностью, исследователи выбрали три семьи, в которых эта способность присутствовала. Далее они провели анализ ДНК, сравнив гены членов семьи с синестезией и без нее. У них до сих пор нет полной картины этой вызываемых до тридцатисеми возможных генов. Иногда после сна в неудобном положении вы могли почувствовать покалывание или онемение в руке или ноге. Казалось бы, дело все в плохом кровообращении. В действительности это может быть из-за такой вещи, как парастезия. Это когда ваше тело начинает испытывать необычные ощущения из-за сдавливания или раздражения нервов. Парастезия может вызвать у вас как ощущение жжения, так и неприятные чувства, когда рука или нога вообще не реагирует. Она даже может вызвать зуд или знакомые всем ощущения покалывания. Обычно это не должно длиться дольше 30 минут. Встряхните пострадавшую часть тела, это может ускорить процесс. Если это длится дольше или если у вас постоянно возникают приступы парастезии без видимых причин, со специалистом чтобы убедиться что все в порядке. А знаете что также стоит проверить? Не забыли ли вы поставить лайк этому видео и подписаться на канал? Просто чтобы быть уверенным что вы ничего не пропустите. Обычно вы даже не задумываетесь о своем желудке и его химическом составе. Представьте если в один прекрасный день субстанция внутри него исчезнет. В ней содержится соляная кислота которая также используется в удобрениях резине и стали. Если вы когда-нибудь вдохнете ее у вас возникнут серьезные проблемы с носом и дыханием. Когда вы что-то жуете ваш желудок начинает вырабатывать желудочный сок. Они помогают расщепить белок активировать пипсин избавиться от бактерий которые вы могли проглотить даже не подозревая об этом и дать сигнал пище двигаться к выходу. Без кислоты пища будет просто лежать на месте превращаясь в рассадник бактерий. Белки и питательные вещества не будут усваиваться. Ваш обед или ужин может промчаться по организму и в итоге выйти наружу непереваренным. Есть причина почему бумажные порезы так сильно болят. Во-первых они происходят на кончиках пальцев которые являются очень чувствительными областями. Это потому что они полны рецепторов которые подобно администраторам вашего тела помогают вам определять размер форму текстуру и температуру предметов к которым вы прикасаетесь. Когда вы порезались бумагой эти рецепторы мгновенно срабатывают посылая в мозг неприятную информацию. Порез бумагой также не похоже на порез острым ножом из-за того что края бумаги довольно тупые. Это еще больше обнажает рецепторы. Бумажные и плохо сворачиваются. Нервы остаются на виду что еще больше усиливает дискомфорт. Мы постоянно пользуемся руками поэтому порезы постоянно открываются и заживают бесконечно долго. К тому же бумага часто обрабатывается химикатами которые могут раздражать кожу. Кажется что дежавю настигает вас ни с того ни с сего. Вы не волшебник и не общаетесь с кем-то из потустороннего мира. Это просто сбой в работе вашего мозга. По мнению врачей дежавю возникает когда две части мозга немного не понимают друг друга. Они расположены с разных сторон черепа прямо над висками и похожи на карты памяти вашего мозга помогая вам запоминать такие вещи как местоположение или лица других людей. Они даже декодируют эмоции и понимают язык. В каждой из этих областей мозга называемых височными долями есть область под названием гиппокамп. Он отвечает за краткосрочные воспоминания. Иногда в мозге могут происходить небольшие сбои которые запутывают гиппокамп. Тогда и возникает дежавю. Все эти процессы нарушают систему распознавания вызывая странное ощущение что вы уже были здесь раньше или уже встречались с человеком которого видите впервые. Это совершенно нормальный процесс и вероятность того что вы испытываете дежавю выше если вам от 15 до 25 лет. Также кажется что люди которые много путешествуют или обладают способностью запоминать свои сны испытывают его чаще. Трудно представить что человеческая цивилизация могла бы выжить не имея зрения. Это крайне маловероятно и вот почему. Во-первых представьте себе что вы пытаетесь выращивать пищу когда не видите что делаете. Подготовка почвы превратилась бы в кошмар потому что без зрения мы заблудились бы скажем в огромном пшеничном поле не имея никаких ориентиров. Собирать еду тоже будет нелегко. Повсюду могут таиться животные готовые причинить нам вред. Общение было бы затруднено ведь мы не смогли бы прочитать что-то не прикасаясь к нему. Даже наша социальная жизнь была бы другой. Без глаз нам придется полагаться на голоса. Говорить с кем-то не зная кто еще нас слушает. Жуть. Если вы когда-нибудь пробовали острый перец от которого горело во рту то технически не горячий с точки зрения температуры. Тогда почему острый бывает таким горячим даже если только что из холодильника? Все дело в том что в острой пище есть химические вещества которые обманывают ваше тело заставляя его включить внутренний кондиционер. Сначала ваши губы и язык начинают гореть. Затем у вас начинается насморк и вы даже можете проронить пару слезинок. Ваши кровеносные сосуды расширяются и внезапно повышается температура всего тела. Чтобы охладиться вы начинаете потеть. Ваши легкие тоже могут принять участие в этом процессе подавая сигнал к икоте чтобы выгнать огненного незваного гостя. В большинстве случаев все эти телесные триггеры вызываются веществом под названием капсаицин которое часто встречается в острых перцах. Хотя нам может показаться что мы двигаемся во сне на самом деле это не так благодаря сложной системе в нашем теле. Она не позволяет нашим мышцам делать всевозможные невероятные вещи из-за безбашенных историй которые наш мозг может придумывать ночью. Оказывается большая часть этой работы мозга происходит во время фазы быстрого движения глаз или фазы рем примерно через 90 минут после того как вы заснули. Во время фазы рем ваш мозг переживает самые странные сны в то время как мышцы такие как руки и ноги отключаются. Именно из-за этой мышечной блокировки некоторые люди просыпаются и не могут пошевелиться испытывая так называемый сонный паралич. Большой загадкой было то как мышцы оказываются в парализованном состоянии. Вначале ученые полагали что за это отвечает глицин нейромедиатор. Исследования показали что даже если ученые блокировали глицин мышцы все равно оставались замороженными. Прошло еще немного времени прежде чем ученые выяснили что для поддержания мышц в неподвижном состоянии необходим как глицин так и другая кислота под названием гаммок. Мы не такие волосатые как наши предки но у нас все равно появляются мурашки когда нам холодно. Это происходит благодаря крошечным мышцам в волосяных фолликулах эректор пили которые поднимают наши волосы вертикально. пушистым животным эта особенность помогает сохранять тепло но нам она не очень помогает тем не менее мы и некоторые другие менее волосатые существа сохранили эту способность чтобы узнать больше об этих мурашках ученые провели несколько экспериментов они обнаружили трех ключевых игроков мышцы эректор пили симпатические нервы и волосяные фолликулы когда мышцы воздействовали на нервы рост волос замедлялся нервы и наши волосяные фолликулы работают как партнеры создавая химические синапсы таким образом мурашки это не просто быстрое решение для снижения температуры они также могут подсказать нашим стволовым клеткам что в долгосрочной перспективе нужно выращивать больше волос вот почему потеря мышечных клеток может быть связана с облысением нет великую китайскую стену нельзя увидеть из космоса это крутой миф но это все равно миф не имеющий ничего общего с реальностью НАСА подтвердило это и теперь вы тоже это знаете тем не менее стена величественное место и сегодня вам повезло мы отправляемся туда так что пристегните ремни да мы едем в Китай самую большую азиатскую страну третью по величине страну в мире и поскольку там проживает более миллиарда трехсот тысяч человек она по прежнему остается самой населенной хотя Индия подбирается все ближе и вероятно скоро займет первое место Китай также является одним из самых древних государств в мире его письменная история насчитывает три с половиной тысячи лет но цивилизация существовала задолго до этого историки считают что Китай не был заселен пришедшими откуда-то переселенцами китайская цивилизация скорее всего сформировалась из местных людей каменного века которые жили на этой территории с доисторического периода поэтому неудивительно что страна полна истории и древних достопримечательностей так что я покажу вам парочку мы находимся у великой стены ее длина составляет более 21 тысячи километров в пять раз больше чем расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом или немного больше чем расстояние между северным и южным полюсами это впечатляет даже сегодня конечно на ее строительство ушел не один день на самом деле стена строилась веками слышали что древние города имели вокруг себя стены чтобы защитить местных жителей от захватчиков да в китайских городах они тоже были первый китайский император объединил страну в 220 году до нашей эры и ему пришла в голову амбициозная идея превратить все городские стены в одну большую которая защищала бы границу страны так началось строительство в начале стена была сделана из утрамбованной земли и дерева каждый следующий император брался за проект строительства большой стены укрепляя и расширяя ее но при этом модернизируя строительные технологии некоторые использовали для строительства стены кирпич другие переходили на гранитные и мраморные блоки сторожевые башни и платформы были добавлены к стене только спустя 19 веков после начала строительства таким образом стена довольно противоречива в плане материала но это только придает очарование сооружению и показывает сколько усилий и времени оно потребовало вы можете заметить что на некоторых кирпичах вырезаны послания их оставили рабочие строившие стену это своеобразный контроль качества в письменах указано местоположение количество рабочих и ответственные лица таким образом в случае возникновения проблем с качеством материалов или конструкций был бы известен ответственный также имейте ввиду что стена ядовита чтобы предотвратить покушение на нее насекомых при строительстве использовался мышьяк ядовитый химический элемент поэтому лучше не лизать ее если у вас возникнет такое странное желание строительство прекратилось в конце 19 века потому что стена потеряла свое стратегическое значение из-за технического прогресса стены стали гораздо менее эффективными чем раньше таким образом строительство стены продолжалось более 2000 лет что делает ее самым продолжительным проектом в мире к сожалению сегодня великая стена находится не в лучшем состоянии по оценкам только 8% стены находится в хорошем состоянии а остальная часть значительно повреждена кроме того около третьей стены бесследно исчезла и в ходе естественной эрозии и в результате человеческого ущерба кроме того в прошлом веке из нее было вывезено много кирпичей для строительства ферм и домов стена разрушается камень за камнем и сегодня но на этот раз с туристами многие из них берут камень на память в общей сложности это большое количество учитывая что ежегодно великую стену посещают более 50 миллионов туристов и так мы не берем сувенир из нашей сегодняшней поездки просто сохраняем воспоминания теперь давайте посетим запретный город это императорский дворец строительство которого заняло 16 лет и было завершено 600 лет назад по сей день это самый большой дворец в мире в нем 980 зданий и более 8000 комнат почему запретный? ну много веков назад обычные люди такие как мы с вами не могли ходить по улицам этого города поскольку он считался божественным местом и был домом для императора никто не мог войти или выйти из города без его разрешения сегодня китайцы чаще называют его бывший дворец но конечно на китайском языке я просто не могу это произнести дизайн там совсем не случайен детали отражают традиционную китайскую архитектуру и даже цвета подобраны по феншуй крыши в городе желтые что символизирует верховную власть императора большинство стен и колонн в городе красные они олицетворяют огонь землю и крепкую опору полы дворца сделаны из так называемого золотого кирпича это не настоящее золото но оно не менее ценное кирпичи очень трудно изготовить особенно скопировав древнюю технику две оригинальные плитки из запретного города были проданы за 800 тысяч юаней это 150 тысяч долларов США вы также можете увидеть статуи животных на крышах как и цвета животные имеют определенное значение драконы фениксы и львы самые могущественные из них драконы символизируют силу и удачу и имеют важнейшее значение для культуры они встречаются повсюду в поговорках легендах астрологии искусстве в древнем Китае императоры считались сыновьями драконов так что похоже Таргарены не единственные а простым людям иметь предметы с драконами было запрещено что касается феникса то в китайской мифологии его редкое появление во время восхождения на трон нового императора является хорошим знаком феншуй он также является символом удачи и считается что при правильном использовании он приносит в дом положительную энергию львы означают силу и власть они всегда ходят парами и выполняют роль стражи чем больше статуй животных на крыше тем вождение здания город сделан из дерева и без использования гвоздей они символизируют агрессию и поэтому им не рады как вы можете себе представить деревянный город представляет собой серьезную пожарную опасность небольшой пожар и город с шести вековой историей быстро превратится в пепел поэтому к профилактике пожаров здесь относятся очень серьезно в городе есть противопожарное оборудование и даже специальная пожарная команда которая знает планировку города лучше собственной квартиры и каждый день наблюдает за обстановкой гуляя по городу вы можете заметить нечто очень необычное на крышах нет птиц когда город строился угроза птиц была учтена и инженеры построили крыши особым образом чтобы ни одна птица не могла на них сесть шипы крыши шире чем ширина птичьих когтей а наклон выше кроме того крыши сделаны из скользкой черепицы чем им не угодили птицы просто без них город более чистый и выглядят более величественно и так птиц нет но в городе живет более ста кошек они являются важной частью этой истории некоторые из этих кошек потомки королевских особ видите ли две королевские династии жившие в городе держали кошек позже династии распались но кошки остались в городе и живут там с тех пор конечно некоторые из них присоединились к королевской семье но никто не возражает и не было сделано ни одного ДНК-теста чтобы определить кто из них королевская а кто нет в конце концов все они одинаково патрулируют город преследуют мышей и возможно некоторых заблудившихся птиц так что все кошки только приветствуются пора просыпаться начинается новый день познакомьтесь с Дафней типичной жительницей Лондона 19 века она и ее муж Джон обычные люди викторианской эпохи вопреки распространенным в 21 веке мифам они не женились подростками на самом деле в те времена мало кто женился раньше 22 лет вставать было бы гораздо приятнее если бы в доме не было так холодно Дафна и Джон не слишком богаты поэтому они не могут позволить себе центральное отопление в викторианском стиле угольный камин плюс железные решетки да и более состоятельные люди у которых есть эта система не очень-то любят ее использовать отопление довольно дорогое поэтому единственное что может уберечь Дафну и ее современников от викторианской вечной мерзлоты это старый ковер вы же не хотите ступать на холодный пол босиком ко всему прочему из-за отсутствия вентиляции в викторианских домах довольно душно поэтому врачи советуют открывать окна на ночь чтобы выпустить все неприятные запахи Дафна обычно просыпается одна так как ее муж работает на заводе и рано уходит на работу он пользуется услугами побудчиков эти ребята бродят по улицам рано утром и стучат по оконным стеклам вот такая альтернатива дорогим часам и хронометрам чтобы освежиться с утра Дафна принимает импровизированный душ для этого ей нужны лишь миска ведро кусок ткани и немного мыла главный ингредиент кувшин горячей воды чтобы сделать водные процедуры немного приятнее кроме того викторианское мыло не пенится в холодной воде дружеский совет проще и теплее мыть тело по частям что касается ухода за собой то конечно маникюрных салонов тогда не было но даже если бы они существовали они не могли бы пользоваться популярностью у женщин рабочего класса розовые ногти и нежная кожа были признаком безделья что в их среде считалось зазорным напротив у знатных дам викторианской эпохи были определенные требования к своим ногтям никаких крапинок или выступов ногти должны быть овальными и только естественного цвета в то время когда мы использовали лимон чтобы убрать веснушки с рук женщины из рабочего класса такие как Дафна пользовались салом для смягчения кожи Дафна и многие другие женщины викторианской эпохи работают дома нет она не участвует в десятке созвонов каждый день но она неплохо шьет поэтому может работать в пижаме как и многие из нас в отличие от жены Джон отрабатывает на фабрике 16-ти часовые смены и это совершенно нормально для викторианской эпохи но если бы он был юристом то работал бы меньше с 8 утра до 7 вечера а джентльмены высшего класса обычно занимались своими делами с 10 утра до 4 часов дня у Джона нет смартфона и он не может вызвать Uber поэтому ему приходится каждый день проходить пешком 6 километров до работы и обратно вместо такси существовали конные экипажи но такие поездки были очень некомфортными из-за отсутствия подвески и маленьких жестких сидений существовали также конные омнибусы но пассажиры жаловались что всякий раз когда лошадь внезапно останавливалась их могло выбросить на дорогу а вы пропускаете завтрак или наспех перекусываете с утра как Джон возможно у вас есть что-то общее с рабочими викторианской эпохи их завтрак зависел от доступности места работы если до него можно было легко дойти пешком они разделяли сытный горячий завтрак со своей семьей если же нет утренний прием пищи был довольно быстрым и не таким изысканным давайте устроим экспресс викторину о типичном викторианском завтраке рабочего класса да это был хлеб или иногда каша в зависимости от района Англии и ячменный напиток более известный как пиво считалось что он полон витаминов необходимых для еще одного тяжелого дня бонус такая пища не требовала готовки своего рода викторианский фастфуд однако многие все же предпочитали чай кофе и какао тоже начинали набирать популярность по дороге на работу Джона обрызгала карета ах я просто пойду переоденусь нет ничего лучше чем надеть свежую рубашку с ароматом цветочного смягчителя для ткани подумал он шутка никакого смягчителя с цветочным ароматом не было Дафна тоже никогда не слышала ни о стиральной машине ни о смягчителях да и стирать в те времена никто не любил главная причина почему люди так не любили это занятие заключалась в том что процедура могла занять до трех дней тот у кого была лишняя копейка обязательно платил за стирку кому-нибудь другому проблема номер один отсутствие горячей воды проблема номер два когда люди нагревали воду для стирки это мешало приготовлению пищи в доме на кухне не оставалось свободного места стирка всегда начиналась с проверки одежды на наличие дыр которые тут же и заштопывали затем одежду нужно было замочить суббота обычно было днем замачивания этот процесс мог занять целую вечность некоторые вещества вроде уличной грязи легко растворялись в воде повезло Джону а другим требовалось больше времени единственным доступным средством для удаления пятен была сода к утру понедельника одежда была готова к стирке некоторые люди использовали мыло чтобы отстирать засаленные места например воротники но оно было довольно дорогим потом одежду надо было прополоскать отжать и развесить для просушивания использовать вещи можно было в лучшем случае во вторник такая процедура подходила для хлопка с шерстью все было несколько сложнее а теперь представьте что вам надо постирать деликатную одежду скажем корсет тугие корсеты кстати были не так уж популярны в викторианскую эпоху да некоторые утверждали что только регулярное ношение корсетов поможет поддерживать тонкую талию но те женщины которые носили корсеты обычно делали это не ради моды викторианские врачи считали что корсеты обеспечивают здоровую осанку и поддерживают внутренние органы в правильном положении дафна небольшая поклонница корсетов но она может шить и их в викторианские времена стирка определяла цвет одежды дело в том что белая одежда лучше поддавалась кипячению и отбеливанию чем одежда ярких цветов поэтому малышей часто одевали в белое чтобы при необходимости выводить пятна чем старше становились люди тем более насыщенные цвета могли себе позволить забавный факт розовый цвет как более бледная версия красного который считался сильным и мужественным оттенком предназначался для мальчиков девочек наряжали в голубое примерно в сороковых годах двадцатого века ситуация изменилась и розовый цвет стал ассоциироваться с девочками дафна тоже часто шьет розовую и голубую одежду и зарабатывает около десяти шиллингов в неделю как и другие швеи и из этих денег дафна платит еженедельную ренту в шесть шиллингов остальное она может потратить на еду и другие вещи на один шиллинг она может купить чай на неделю пять буханок хлеба стоит примерно двенадцать пенсов что также соответствует одному шиллингу хорошая новость для вегетарианцев на двенадцать пенсов можно купить около восьми килограммов овощей мешок угля тоже стоит около шиллинга теперь вы понимаете почему у дафны и джона нет камина они не готовы буквально сжигать свои деньги кроме того за шиллинг джон может купить новый наряд на случай если его старая одежда не выдержит энергичной стирки после неудачной встречи с каретой а как насчет туалета первый общественный туалет в англии был открыт в 1851 году и его даже показали на всемирной выставке в том же году в викторианских туалетах обычно использовались трубы с С-образным изгибом их предназначением было удерживать запахи поскольку считалось что неприятные запахи опасны для здоровья а не только противны но это опять же было роскошью в обычных квартирах и сельских домах использовалось что-то менее удобное к сожалению дафна не покажет какой у нее туалет вечер естественно пройдет без телевизора и даже без света после наступления темноты нет смысла бодрствовать плюс это обходится в копеечку свечи и масло для ламп стоят недешево днем дафна дошила платье так что жечь свечи нет смысла спокойной ночи у меня есть для вас новость крысы боятся щекотки ну я думал это новость в любом случае у них есть так называемый центр смеха в среднем мозге и он активизируется когда кто-то щекочет животных или когда они занимаются чем-то веселым ученые обнаружили это в 2016 году пощекотав грызунов за животики и послушав их визгливое хихиканье калибри единственные известные нам птицы которые могут летать задом наперед в основном они делают это когда хотят отлететь от цветов а вот животное которое не может двигаться назад кенгуру они могут прыгать и преодолевать огромные расстояния но строение их сильных задних лап и больших хвостов не позволяет им ходить задом наперед нарвалы это странные существа похожие на морских единорогов этот рог на их голове не бивень а гигантский зуб который торчит из верхней губы самцов-нарвалов зуб вероятно является одним из инструментов играющих роль в привлечении самок фламинго на самом деле не розовые они рождаются серыми но на протяжении всей жизни едят много водорослей и других продуктов содержащих красно-оранжевый пигмент который мы знаем как бета-каротин этот пигмент расщепляется и попадает в их кожу и перья что и делает их розовыми но чтобы оставаться такими им нужно есть много пищи с бета-каротином если бы мы захотели изменить цвет кожи то не смогли бы съесть достаточно пищи богатой этим пигментом чтобы действительно стать розовыми или оранжевыми ленивцы очень медлительны все шутки и мемы о них правда но при этом они очень умелые пловцы в воде они передвигаются в 3-4 раза быстрее чем на суше они умеют плавать брасом как и люди и это очень важный навык для них потому что они тропические животные которые в основном живут в джунглях а эти места часто затапливаются тигры самые крупные представители семейства кошачьих да даже больше чем львы и ни у одного тигра нет одинаковых полос на самом деле их шерсть это камуфляж он пригодится им когда нужно будет найти место где их не увидит добыча интересно что полосатая у них не только шерсть но и кожа их полоски так же уникальны как наши отпечатки пальцев несмотря на то что утконосы выглядят довольно забавно и невинно не стоит их беспокоить эти дикие животные одни из немногих видов млекопитающих которые могут вас отравить на кончиках задних лап у них есть шпоры которые могут выделять яд он не настолько силен чтобы представлять угрозу для жизни но укус все равно может быть очень болезненным и вызвать отек когда божьей коровке нужно защититься от потенциальных хищников у нее из коленей начинает идти кровь только не настоящая кровь а химическое вещество которое плохо пахнет и следовательно отпугивает хищников у этих существ есть еще один механизм который помогает им выжить в суровом животном мире их специфическая краска хищники не очень любят сочетание ярких цветов потому что знают что животные и насекомые окрашенные таким образом могут быть ужасно на вкус петухи могут сильно шуметь по утрам но они не глохнут от собственного кукареканья потому что даже не слышат его их безопасность обеспечивают специальные встроенные шумозащитные заглушки у кур есть такая же система которая снижает риск потери слуха они не только обладают такой защитой но и способные всего за пару дней восстановить волосковые клетки улитки если они повреждены у сов нет глазных яблок у них есть нечто больше похожее на глазные трубки и они не могут двигать ими вперед-назад как это делаем мы с нашими глазными яблоками поэтому у этих птиц невероятно гибкие шеи они способны поворачивать голову на 270 градусов для сравнения человек может только на 180 именно поэтому в голове у сов есть особая система кровеносных сосудов она доставляет кровь к мозгу если птица слишком быстро поворачивает голову и нарушает кровообращение просто продолжай плыть возможно вы помните как Дори повторяла эту фразу в мультфильме в поисках Немо Дори не была акулой но это послание некоторые виды акул должны воспринимать буквально акулам мако белым акулам китовым акулам и некоторым другим видам необходимо продолжать плавать иначе они перестанут дышать мы используем легкие для дыхания а некоторые акулы используют метод букального насоса они плавают с открытым ртом и таким образом пропускают воду через жабры извлекая кислород самое опасное животное на нашей планете это не медведь не акула и не зубастый тигр это нечто гораздо меньшее комар он не только чрезвычайно раздражает но и переносит серьезные заболевания такие как желтая лихорадка малярия или лихорадка Денге ежегодно сотни тысяч людей проигрывают в борьбе с этими болезнями кроме того комары превосходят по численности всех остальных существ на земном шаре за исключением термитов и муравьев гризли невероятно сильные животные их удары достаточно мощны чтобы раздавить шар для боулинга вот почему вы не увидите их в боулинге несмотря на это едят они мало гризли достаточно сильны чтобы перекусить всем что попадется им на пути включая бизона лоси или лосиху но при этом они любят полакомиться фруктами орехами ягодами или даже маленькой несчастной мышкой которая заблудилась и попала в пасть хищника тайпан обыкновенный самая ядовитая змея на планете его также называют западным тайпаном он обитает в Австралии всего один укус содержит достаточно яда чтобы оказаться смертельным как минимум для сотни взрослых людей а еще яд может подействовать всего за полчаса если сразу нечем обработать укус говорят что эти змеи в основном пугливые занимаются своими делами но как и другие животные они могут напасть если почувствуют угрозу есть вид черепах которые могут месяцами жить подо льдом дыша через заднюю часть тела когда становится холоднее некоторые животные не могут найти безопасное место для проживания поэтому им приходится выживать в суровых зимних условиях где бы они не находились если пчелы уютно устраиваются в дуплах а медведи спят в пещерах то расписные черепахи остаются в замерзших прудах поскольку лед ограничивает доступ к воздуху они добывают кислород прямо из воды и дышат через задний проход да это было бы удобно хорошо известно что вороны невероятно умные животные они прекрасно решают проблемы и похоже обладают впечатляющим социальным интеллектом они очень хорошо чувствуют себя и эмоции своих товарищей если один ворон в группе настроен пессимистично это скорее всего приведет к тому что и остальные тоже будут подавлены это жестоко когда вороны видят птицу которой не нравится определенная пища и она ярко это демонстрирует они теряют интерес и к своей собственной еде креветка пистолет одно из самых громких животных в мире хотя она совсем крошечная всего около двух сантиметров в длину когда она чувствует приближение пищи то открывает свою огромную клешню длина которой может достигать половины длины ее тела и впускает внутрь немного воды затем она очень быстро захлопывает клешню выбрасывая сильную струю пузырьков эти пузырьки могут оглушить или даже прикончить добычу которую креветка пытается поймать а когда пузырьки лопаются раздается треск более громкий чем можно было бы ожидать он достигает двухсотдесяти децибел крокодилы оказались еще страшнее чем мы думали потому что многие из них могут галлопировать как лошади вероятно они унаследовали эту способность от своих древних предков маленьких как кошки с длинными ногами они могли бегать со скоростью около 18 км в час небольшие крокодилы вероятно опускаются в галлоп когда за ними кто-то гонится но кайманам и аллигаторам очевидно не нужно использовать этот навык скорее всего именно вы убежите когда увидите их итак вы зашли поесть в ресторан к вам подошел официант чтобы принять заказ на напитки и вы заказываете колу официант выглядит виноватым и говорит извините но у нас подают только пепси наверняка такое случалось далеко не один раз это происходит сплошь и рядом либо кола либо пепси даже если вам нравится и то и другое в итоге вам все равно придется выбирать что-то одно как насчет того чтобы разобраться в сути этого соперничества какой напиток лучше ну что ж давайте начнем с ассортимента у обеих компаний есть из чего выбирать кола бывает диетическая без сахара и даже вишневая а у пепси есть совершенно дикие вкусы лимон лайм карамель и пряные ароматы следующая категория вкус вообще вкус это нечто очень личное и каждому может нравиться что-то одно рецепт кока-колы тщательно охранялся с 1891 года когда джон пембертон изобретатель напитка продал рецепт эйзи кендлеру который затем изменил его и это тот самый рецепт который мы все знаем и любим между тем сладкий вкус пепси был изобретен калибом брэдхамом некоторое время спустя обанкротившуюся компанию брэдхама выкупил чарльз гуд который владел кондитерской компанией лофт может ли это объяснить почему пепси слаще чем кола что говорят ваши вкусовые рецепторы кока-кола или пепси итак вы только что проснулись накануне вечером вы заказывали пиццу и хотите съесть ее остатки на завтрак вы открываете холодильник и оказываетесь перед сложным выбором холодная пицца или холодная паста как и почему оба эти блюда так хороши на вкус в холодном виде за их удивительным вкусом стоит наука по мнению экспертов по макаронным изделиям на следующий день спагетти становится еще вкуснее благодаря крахмалу который преимущественно содержится в злаках и картофеле проще говоря у ингредиентов этих блюд есть больше времени чтобы лучше узнать друг друга поскольку они проводят ночь в холодильнике за ночь крахмал впитывает жир а также соус и приправы что делает аромат намного насыщеннее это относится как к пицце так и к пасте видимо многие любители специально заказывают эти виды еды с избытком для того чтобы как следует насладиться ими на следующее утро это точно не про мой дом кстати о пицце вам нравится пицца с ананасами кажется это та самая грань которая разделяет многих одни утверждают что пицца и ягоды несовместимы да именно если вы вдруг не знали на самом деле ананасы это ягоды скорее даже группа ягод которые слились воедино но есть и другие любители гавайской пиццы которые попытаются вас убедить что ананас смешанный с томатным соусом само совершенство предполагается его сладость и свежесть уравновешивает остроту томатного соуса ну и что вы скажете по этому поводу да или нет о а вы когда-нибудь пробовали бургеры с ананасами да верно они захватили и бургеры некоторые считают что ананасы по вкусу не отличить от маринованных огурчиков они придают бургеру сладкий соленый насыщенный вкус в котором тот так остро нуждается близнецы не бывают одинаковыми если только речь идет не о батончиках твикс так какая сторона батончика твикс вам нравится больше левая или правая имеет ли это какой-то смысл или это просто такой гениальный маркетинговый ход если вы покупали твикс в течение последних лет вы наверняка сталкивались с тремя вариантами обычная упаковка упаковка с двумя левыми палочками и упаковка с двумя правыми все знают что батончики твикс выпускаются парами но в 2012 году их производитель марс вышел на новый уровень он начал утверждать что палочки разные с помощью забавных рекламных роликов марс создал представление о том что процесс производства каждой стороны совершенно разный история такова изобретатели батончика твикс братья эрл и шеймус однажды очень сильно разошлись во мнениях по поводу техники заливки шоколада и консистенции карамели поэтому каждый из них основал собственную компанию в компании с левыми палочками хрустящая основа для печенья покрывалась карамелью и шоколадом а в компании с правыми палочками шоколадом покрывались хрустящее печенье и сливочно-карамельная основа вам не кажется что все это звучит как-то уж слишком одинаково как бы то ни было некоторые особо преданные фанаты твикс даже устраивали тщательные проверки по поиску различий между левыми и правыми сторонами выяснилось что левая сторона чуть более хрустящая говорят что для выявления разницы использовался настоящий цифровой децибелометр левые части батончика имеют в среднем 72 децибела а правые 69 с половиной так значит ли это что чем громче тем вкуснее видимо это на любителя а еще это может быть связано с упаковкой или хранением батончиков фанаты считают что размещение в коробке тоже имеет большое значение батончик твикс который оказывается на дне упаковки может быть менее хрустящим ой кажется в каждой стране есть какие-то свои сложные вопросы как вам такая альтернатива арахисовое масло поверх желе или под ним когда вы были еще совсем юны поднимите руку если помните об этом времени наверняка у вас выработались определенные предпочтения когда кто-нибудь из взрослых упаковывал ваш ланчбокс что вы кричали сначала желе или сначала арахисовое масло у многих есть очень твердые убеждения относительно того как готовить идеальный сэндвич некоторые говорят что арахисовое масло идеальная основа для желе а другие искренне полагают что сначала нужно мазать желе так как оно менее вязкое вопрос тот же на чьей вы стороне кстати что вы любите больше тако или фалафель а разве их вообще можно сравнивать да оба блюда великолепны но при этом они очень разные тако мексиканское блюдо состоящее из сложенной жареной тортильи начиненной фасолью чили листьями салата и мясом а фалафель восточное блюдо представляющее собой котлеты из молотого нута или фасоли приправленные пряностями и завернутые в лаваш с большим количеством разных соусов хм наверняка у вас уже потекли слюнки и вам захотелось сбегать и купить одно из блюд а если вы не знаете какой из них выбрать просто попробуйте тако с фалафелем да оно действительно существует и наверняка вам понравится когда-нибудь во время чашечки кофе вам не приходило в голову а не суп ли это вопрос странный но некоторые и правда считают что кофе не напиток а именно суп по мнению поклонников этой теории кофе представляет собой бульон так как кофейные зерна измельчаются а затем завариваются в воде в итоге получается негустая жидкость обычно называемая бульоном конечно у этой теории много противников которые говорят что это совсем не похоже на бульон ведь бульоны обычно означают что жидкость обладает пищевой ценностью и разными питательными факторами а кофе это просто кофе он должен быть приятным на вкус и придавать энергию даже если вы заказываете кофе с низким содержанием жира без пены двойную порцию латы с 2% молоком ну что в этом может не понравиться расскажите нам в комментариях о своем выборе для каждой из этих кулинарных битв бедный пит он так боится насекомых что все чего он хочет найти на земле место где их просто нет после длительных исследований и путешествий он в конце концов нашел нужное место антарктида пит добирается туда в уверенности что насекомые не живут в холоде но он и не подозревал что насекомые есть на каждом континенте нашей планеты ну не совсем он был отчасти прав насчет антарктида насекомых там не так уж и много там обитает только один вид бескрылая мошка бельгика антарктика хоть это существо и совсем кружечное но все же это самая крупная насекомая антарктида итак было установлено что на земле почти нет мест где можно спрятаться от насекомых но это тоже не совсем так возможно вам придется научиться плавать ведь единственное место где не живут насекомые это поверхность земли покрытая океаном интересно почему этого пока никто еще не смог объяснить но некоторые думают что в океанах не хватает растений которые насекомые используют в качестве пищи и убежища они могли бы быть крупнейшей сети секретных агентов на планете поскольку у них повсюду есть уши но эти уши находятся не на их головах у некоторых насекомых у некоторых насекомых есть уши на крыльях у некоторых на лапках и даже на животе и на шее многие из насекомых живут довольно одинокой жизнью но есть и те у которых есть семьи например сахарные жуки они образовывают семейные ячейки в которых оба родителя воспитывают своих детенышей а еще у них есть свой собственный язык и они разговаривают друг с другом с помощью писка если насекомое упадет с какой-то высоты пострадает ли оно? это довольно сложная тема но давайте возьмем к примеру муравьев они не получают урон при падении потому что очень маленькие некоторые насекомые могут упасть с высоты в несколько километров и при этом не пострадать объяснение во многом связано с математикой и физикой на изучение которых у самих жуков нет времени в общем они недостаточно тяжелы чтобы удариться о поверхность на которую они падают они просто не набирают скорость при падении а замедляются относительно большая площадь поверхности муравья при крошечном весе создает большое сопротивление при движении по воздуху поэтому в итоге он замедляется кстати вы знали что муравьев на нашей планете около квадриллиона это примерно полтора миллиона муравьев на человека исходя из населения в 7,3 миллиарда человек больше похоже на то что это их планета трудно представить плодовую муху в шлеме астронавта но они были первыми живыми существами запущенными в космос это было еще в 947 году когда их запустили на ракете они достигли высоты около 110 километров менее чем за 200 секунд а затем вернулись на землю на парашютах не всем насекомым так везет например гусеницы имеют в общей сложности 12 глаз но в основном слепы их маленькие глазки могут различать только светлое и темное так что они не могут видеть четкую картину того что находится перед ними и очки тут вряд ли помогут некоторые насекомые тратят много сил на свидание хорошим примером являются веснянки которые отжимаются чтобы привлечь внимание вы знали что бабочки пробуют окружающую среду на вкус своими лапками а все потому что на них есть вкусовые сенсоры которые помогают им находить пищу итак они стоят на листе и пробуют его на вкус если они поймут что этим растением смогут питаться их гусеницы они отложат на нем свои яйца но как же они едят если не могут ни кусать ни жевать они используют свой длинный похожий на трубку язычок по сути это соломинка которая помогает бабочкам глотать жидкость например нектар предки этого существа жили на нашей планете еще задолго до динозавров окаменелости показывают что кузнечики появились более 300 миллионов лет назад вы когда-нибудь слышали о жуках которые любят рок музыку в некотором смысле термиты и правда больше предпочитают такие звуки они прогрызают древесину чтобы выяснить что именно им попалось на зубок и при этом используют вибрации почему потому что это помогает им найти лучший источник пищи если играет хэви метал или рок они могут прогрызать древесину быстрее обычного интересно замедляются ли они от брамса или баха или отправляются спать это один из видов насекомых который вам наверняка будет трудно увидеть он выглядит как лист ему удалось разработать такой тип камуфляжа чтобы хищники его не замечали он может даже раскачиваться изображая движение листьев на ветру у природы есть собственные синоптики сверчки они даже похожи на термометр говорят можно рассчитать температуру на улице подсчитав щебетание сверчка которую он издает за минуту а затем разделив это число на 4 затем нужно добавить 40 к полученному числу и получится температура по фаренгейту у сверчков даже есть своя уникальная песня для привлечения партнеров и защиты территории да музыка которая отталкивает и притягивает одновременно подумайте о божьих коровках если вам нужны бесплатные услуги по садоводству а все потому что они питаются другими насекомыми которые могут навредить вашим растениям они могут держать в страхе плодовых мух и клещей за свою жизнь а это около года божья коровка съедает более 5000 насекомых давайте взглянем на некоторые удивительные факты о пчелах их крылья могут делать по 190 взмахов в секунду давайте посчитаем это 11400 раз в минуту неплохая тренировка что ж им действительно нужна эта сила поскольку одна колония медоносных пчел может производить около 100 килограммов меда в год это целых 220 банок природный эквивалент фабрики но сначала вам придется научить пчел делать мед еще одним интересным фактом является то что температура в любом улье всегда составляет около 34 градуса независимо от погоды на улице это потому что они хорошо изолируют свое жилище а еще у пчел разные желудки для приема пищи и хранения меда это пчелиный эквивалент того что вы не хотите заниматься делами во время еды следующие факты о пауках вам обязательно понравится они правда защищают наши посевы от других насекомых так что если вдуматься нам действительно есть за что и благодарить а еще у них удивительное зрение они могут видеть спектр света которые мы видеть не можем например ультрафиолет кстати нить паучьего шелка в пять раз прочнее стальной нити разумеется той же толщины некоторые ученые считают что если бы пауки были такими же большими как люди то их паутина могла бы останавливать объект размером самолет а паучий шелк на самом деле это жидкость которая затвердевает от воздействия воздуха пауки весьма хитрые они эволюционировали чтобы больше походить на муравьев зачем так они могут избегать других хищников и лучше охотиться на муравьев у пауков нет крыльев но они могут прыгать на расстояние в 50 раз превышающие их длину у многих от одного упоминания пауках мурашки бегут по коже а как насчет вас самый большой замок из песка в мире находится в здании его высота превышает 21 метр 30 скульпторов которые его создавали использовали более 5000 тонн песка чтобы сделать его более прочным они добавили 10 процентов глины и слой клея они построили его так чтобы ему были не страшны долгие и ветреные зимы вы можете провести ночь внутри гигантской картофелины следующий раз когда захотите отдохнуть уникальным способом забронируйте кровать в картофелине длиной восемь с половиной метров и шириной 3,7 метра но по крайней мере это крутое сооружение из бетона стали и штукатурки действительно похожи на картофелину подростки из других десятилетий выглядят иначе чем современные старшеклассники они почему-то кажутся намного старше это потому что у них другой стиль они повзрослели и продолжили покупать похожую одежду которая по их мнению выглядела круто теперь мы ассоциируем их стиль с людьми в возрасте 50 или 60 лет и когда мы видим фотографии этих людей в подростковом возрасте нам кажется что они выглядят старше на самом деле они выглядели точь-в-точь как современные подростки тоже произойдет и сегодняшними подростками и с вещами которые они будут покупать и носить когда они станут старше и так будет всегда ягуар черный кайман ленивец гигантский броненосец в дождевых лесах амазонии можно встретить разных животных это что было перемотаем немного назад да это горбатый фильм их редко можно увидеть даже посреди океана и уж тем более посреди амазонии однако такое случилось в 2019 году когда местные жители нашли там безжизненного кита видимо его смыло в устье реки амазонки и он оказался на суше когда вода отступила у слонов огромные уши и животные обычно их вытягивают чтобы сканировать шум а еще они могут слышать отдаленный шум своими ногами когда слоны чувствуют что-то вдалеке они замирают и наклоняются вперед животные переносят вес на передние ноги и могут даже поднять одну переднюю стопу многие думают что яблочный пирог родом из америки на самом деле яблоки родом из азии а первый рецепт такого пирога появился в англии куда девается цвет когда материал выцветает на солнце материал получает цвет из областей молекул под названием хромофоры они поглощают поток фотонов с определенной длиной волн фотон это основная единица света некоторые фотоны не поглощаются а переизлучаются и длина волны этого излучения определяет цвет который мы видим если подвергнуть материал воздействию солнечного света или фотонов более высокой энергии это может повредить хромофоры и они не смогут излучать фотоны на определенных длинных волн красные материалы сильнее всего выцветают на солнце их хромофоры излучают красный свет поглощая фотоны остальных длин волн обычно когда мы режем лук мы начинаем плакать это потому что при разрыве кожицы выделяются ферменты и сульфеновая кислота соединяясь они превращаются в газ который раздражает глаза а слезные железы начинают вымывать эту раздражающую кислоту наш мозг не может выполнять сразу две задачи требующие от него высокоуровневой работы до многозадачность это не к нам мы сейчас не рассматриваем низкоуровневые функции такие как перекачка крови и дыхание а только те действия которые нужно продумывать так что мы принимаем за многозадачность лишь быстрое переключение между двумя или более задачами попробуйте подвигать ногами и руками в разные стороны сядьте на стул и начните вращать левой ногой по часовой стрелке и одновременно нарисуйте цифру 8 левой рукой или сделайте то же самое правой рукой и ногой ваша нога изменила направление это происходит почти со всеми если крутить ногой против часовой стрелки произойдет то же самое когда вы попадаете на кольцевую развязку с очень быстрым движением вы можете почувствовать странную силу которая словно хочет выкинуть вас с дороги земля похожа на огромную кольцевую развязку которая вращается в космосе со скоростью 1600 километров в час но мы этого не чувствую потому что на нашу планету и на нас действует гравитация она удерживает нас в тысячу раз сильнее чем наша планета вращается и пытается катапультировать нас космос в зубной пасти есть подсластители потому что в нее кладут моющие средства которые создают пену когда мы чистим зубы и этот ужасный мыльный привкус нужно как-то маскировать конечно сахара там нет но есть другие вещества которые отлично справляются с задачей эти химические подсластители притягивают воду они удерживают молекулы воды в зубной пасти и она не высыхает вы когда-нибудь замечали что в жару чувство голода возникает реже все метаболические процессы нашего организма включая пищеварение выделяют тепло из каждой тысячи съеденных калорий тело преобразует в полезную энергию только 250 остальные калории превращаются в отработанное тепло когда на улице жарко организм усердно старается уберечь нас от перегрева и ему не нужно дополнительное тепло которое выделяется при переваривании обеда вот почему тело на время подавляет аппетит и извлекает больше энергии из запасов жира которые заранее сохранила сны могут казаться более яркими когда вы спите не в своей постели когда вы проводите ночь в отеле или в каком-то другом незнакомом месте вы испытываете то что ученые называют эффект первой ночи одно исследование показало что левая сторона мозга спит более чутко чем правая в течение первой ночи в новой среде видимо это происходит из-за эволюционного механизма который заставляет нас быть на сторожей за потенциальных хищников и других опасностей конечно в гостиничном номере под кровати нет никаких чудовищ но тысячи лет назад все могло быть по-другому а еще у вас больше шансов проснуться посреди ночи в новой обстановке при частом просыпании мы лучше запоминаем сны поэтому в таких ситуациях они могут казаться более яркими вы только что пообедали на работе и теперь пора закончить последнее задание но вы не можете единственное чего вам хочется лечь и вздремнуть прямо сейчас дело может быть в еде с высоким содержанием углеводов недостаточным сне накануне вечером или в том что вы пьете мало воды есть еще одна возможная причина в нашем мозге есть небольшая область которая управляет внутренними часами организма циркадным ритмом эта часть посылает сигнал организму о выделении мелатонина гормона вызывающего дремоту он провоцирует сонливость и снижает температуру тела а миниатюрная версия этого процесса происходит где-то между двумя и четырьмя часами пополудни некоторые исследователи связывают это с тем что наш циркадный ритм имеет как основной 24 часовой цикл так и 12 часовой вам может показаться что лучшие идеи приходят в голову когда вы пытаетесь заснуть переход от состояния бодрствования к состоянию сна называется гипногогическими галлюцинациями которые по мнению ученых могут быть связаны с творчеством мэри шелли говорила что идея ее романа франкенштейн возникла на стадии сна на его сальвадор далее называл эту фазу сон с ключом таком состоянии разум чувствует себя свободно блуждающим и ему не мешают мобильные телефоны другие люди или что-то еще вот почему в нем возникают спонтанные идеи и творческие мысли если заснуть сразу после вхождения в это состояние то вероятно большинство вдохновляющих идей забудутся так что держите рядом с кроватью бумагу и ручку на всякий случай температура 36,6 градуса цельсия ощущается нами как горячо хотя человеческое тело имеет ту же температуру на самом деле это средняя температура нашего тела температура кожи составляет около 33,9 градуса цельсия но пальцы рук ног и лица могут быть намного холоднее рецепторы нашей кожи реагирует на перепады и изменения температуры если прикоснуться рукой к своему голому животу рука почувствует тепло а животу будет холоднее хотя в них обоих температура кожи аналогично если положить палец в рот внутри будет намного теплее для пальца чем для языка